Субтитры делал DimaTorzok 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 Макжонг Тейлз. Просто Макжонг. Можно? А, сука. Редактировать. Макжонг. Вот. Шоу Даун 4. Шоу Даун 4. Готово. Так. Так. Стрим начнется через 53 секунды. Сейчас. Я еще пишу новость сейчас. Игровая таблица. Публиковать в интернете. По-моему, нажал? Нажал, да? А, ну вот эта таблица. Так. Таблица. Хорошо. Эту строчку мы удалим. Таблица. 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 Смотреть. Через. Тэнхоу Нет. Все опять в спешке, блядь. Не умею я по-другому, ребят. Простите. Все время все в спешке делаю. Простите мою слабость. Смотреть через Тинфонет. Все, ребят. Оль, там тебе смски пишут. Ты можешь забрать планшетик? Да, сейчас. Так. Таблица результатов. Таблица с... Таблица с... Таблица. Ну, сейчас он вот защелкал. Хотел бы, чтобы не мешало. Трансляции. Так, отправить. Уведомление, что ты начал трансляцию. а щит выдавление то что трансляцию у меня задержка 5 минут ну значит нас щит сисил айр имп а этот самый фестиваль товарищ фестиваль проследуй в лобби закрою лишние вкладки на стриме 4 человека уже привет шиммер я не знаю кто это ленте света ты знаешь кто это я тоже не знаю но тем не менее приветствуйте на стриме так да я так стараюсь сделать вот так сделаю так что я сделал мужики не брать если выбивать будет инец тут под вечер надеюсь его отпустят андрей прошу собрать 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 и андрей соберитесь андрей сэш все все четыре окна месте и так что я еще должен сделать таблица готова настроил лобби на акадоры ханчан назвал лобби по нужному способу все игроки в лобби стрим запущен так так это выглядит выглядит немножко уебищно но я не научился заходить в турнирное лобби через клиент поэтому играю через браузер а в браузере видишь какие штучки то есть обрамление видно но я думаю это мне не сильно помешает так задержку я сделал ради того чтобы мои партийники не знали как я играю в скобочках просто не видели мою руку на данный момент времени так уже есть девять зрителей и это прекрасно ладно девять на самом деле я думал что будет тридцать но я думаю они по сравнению придут итак хорошо можно начинать как думаешь что я забыл ничего не забыл ничего не забыл тогда ничего не через контакт а контакт не хотел мне нравится брать пинку я ебу но если что он на мобилу прыгнул прыгай сейчас еба так так все готовы если все будут сейчас готовы нажмут да точнее скажут да то я смотрю на рассадку вот она у меня рассадочка здесь есть в первых начале мы скопируем внесем его в настройку сюда старт разобьем всех по ветрам сюда этого сюда этого сюда этого это класс так ждем пока все ответят да все игроки написали да и я тоже говорю себе что я готов шимочка ты уже смазал анус извини на стриме нельзя ругаться ты что несешь вообще этот стрим без мата он будет поучительный и интересный я думаю вам понравится смотреть не видишь что здесь женщина сидит зачем ты ставишь такую капу Егор Егор извини его ты видишь привет hey guys hey guys ладно ладно сегодня у нас стрим все таки не об этом так я начинаю еще мы стартуем игроков не найдено airimp airimp почему ты не найден хорошо 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 ты его неправильно написал ну либо я дурак либо система дурак либо тот другой конечно же что случилось так я не знаю в чем дело но его никнейм неправильно написал все не знаю он так сделает не знаю он написал никнейм он не подходит может у меня какая-то буква неправильная там одна есть старт ааа хоть чтобы блин ну короче она сейчас начнется надеюсь почему не найден глупого блин перепиши его вручную бред поднять счеты за liquid так ребят сейчас все начнется простите я вбиваю никнеймы и у меня не пускается в игру хотя я копирую правильный никнейм airimp хорошо bowie fs tball ну что я делаю не так ну что я дебил а все нет ни хуя так три пятых дана три щеночка и один батька кто кого выйдет аааа сейчас нельзя говорить слово выйдет хорошо кто кого сейчас обыграет открываем чат так поехали а акадоры четыре хончана ааа среди три питерса и я ну посмотрим что будет о вижу два косаря ты видишь два косаря ааа я вижу что здесь две доры и икухай но возможно с твоего пятого данное не видно дор о смотри видишь какой смайлик Он тебя тралит. Так, 7 ман, 800, либо ветра драконы. 800 кажется приятным тайлом, я кинул восток. В остальных раундах восток имеет наибольшую ценность, обычно для... больше, чем белый, в среднем. Для противников, поэтому кидаю его. Не теряем эффективность, вовсе есть 2 доры, нам нужно попробовать собрать руку быстро, не теряя вообще никакую скорость. А, пон на единицы ман? Угу. А, ну пон единицы ман это обычно обозначение, то, что ты составляешь своих противников не кидать якухайные тайлы, если они не глупые. Но, в принципе, уже возьму. Я не зашел запад в пон, и я думаю, теперь я единицы ман возьму. Хотя, мне кажется, я бы ее и без этого не взял бы. Ну, просто, если я не получу запад никогда... Нет, мне кажется, я бы ее не взял, блин, как заходит. Я подумал немножко, и все-таки решил, что все-таки я не взял бы единицы ман. Потому что в начале ханчана все играют в репутационный маджонг. Показывают, насколько они хороши. Я думаю, если кто-то видит меня пон-дор, он дважды подумал, что пережим кидать металл, вывещу меня яку. Потому что пон-единиц исключает Таньяо. Логично? Ну, у тебя запад за три года было. Ну, нет, у меня была тогда еще пара. Сейчас, разумеется, я бы взял в пон, но мне и дора зашла в пон. А сейчас сильный выбор между шестеркой, со, ожидание, и четверкой со. Я предлагаю, что у игрока справа в руке есть 4-5 со, он скинул 2-7, поэтому на одну четверку я вижу в игре меньше. Поэтому ожидаю, что четверка со выйдет чаще. У меня их кладет три доры, и с этой рукой я не буду кидать ричи. Потому что у меня идея залома. Ну, 7, потому что 2-5 можно перестроить в Рианман. И 5-7 можно перестроить в Рианман. Фуритен, а, нет. Это не Фуритен. Тема открылся, он представляет угрозу. Но я ничем их не подделать, у меня их кладет три доры. Я не вижу смысла кидать ричи с этим ожиданием. Я думаю, мои партюмы от меня просто убегут. Все кину ричи. Поэтому мне нужно просто играть аккуратно. У Таньяо, скорее всего, еще есть шантен, или даже два шантен, но мне кажется, что вот именно очень плохая рука в среднем. Хотя он не открывался на вашем количестве тайлов здесь, хороших. Ну, у нас билеты все буквально на очередь собрали. Да, надо. У меня есть Яку, у меня есть три доры, мне совершенно здесь не нужно ричи. Ну, набрасывают Таньяо к Адорам. Жаль, я тут ничего не мог поделать. Кроме того, что кинут ричи, но... Даже четверку не вышла. А, ни четверка не видно было, ни шестерку. Эта рука будет, скорее, пинфообразная. Я не вижу силы в востоке. Правда, я не сильно вижу силы и в единице ман. Что ты думаешь? Ты хочешь спать? Я буду медведицей. Ты будешь медведицей? Прекрасные истории сегодня мы слышим с вами. Ну ладно, мы не накинули Тойману, но жаль, что не собрали свою премиальную руку. Ой, был не очень. Ну, если бы у меня было бы восьмерка 100, которую я скинул в руке, я ожидал бы на 6-9, и там он мне кидал девяточку. Ну, хрен, что сделаешь. Так, да, хороший Тайл, и он может дать мне на Досаншечку. Я просто прокинул форму 1-3. Буду стремиться в сторону Таньяла. То есть я потерял... Тут пишут, что ей Гайси дважды, символ. Ты ему отвечаешь тем же. Хорошо. Так, уберу в сторону, чтобы видно было, что включат. Извините, надеюсь, это не помешает. Так, подвину, чтобы удобнее было. Так, ну, 3 копейки, силу не города, наверное, здесь. Я, наверное, все-таки скинул. Да, Санш, все еще может быть. Да, Санш, все еще может быть. Нужно получить 8 пин. Мы желаем получить... Некоторые Тайлы здесь все-таки, да. 8 пин, это основной из них. 2 маны. 2 маны, 2 маны, 1000, а нам уже будут 3 маны. Я не знаю. Я не сильно верю в... Нет. Ну, короче, надо 6 пин. А, да, 6 пин хороший вариант, кстати, да. Ну, не подсказывай мне, иначе подумаешь, что, типа, ты не помогаешь. Я предпочитал кинуть 4 со, потому что так бы у нас было максимально у Киэра при Иш-антене, но здесь есть альтернативный вариант, кинуть 6 пин. Потому что при получении некоторых Тайл со, здесь тройки, пятерки. Теперь пятерки показали Тэн, но мы можем ли все равно улучшать свои ожидания впоследствии. 5 маны мы не берем. Нам уже троечка ман. Мангуй, 4 четвертых чешимончика и гигантский взрыв в районе города Винное. Спасибо. Ты... Егор, тебе меня не жалко? Я тоже здороваюсь. Ты пожалей Ольгу. Егор. Она же мать. Лоу. Так. Пришло улучшение, четверка ман. Теперь у нас мой Шатэн от Анпин Санш Кудора. Два ман, правда, может иногда не партий против Тэймана. И вот я думаю, нет. Я не могу кинуть 2 ман. Да, я потеряю ожидания на тройку. Помимо этого, еще уже 3 восьмерки ман и это будет большая потеря в скорости. Тэйм открывается либо на темпайт. Нет, я хочу кинуть 2 ман теперь. Потому что мне пришел еще не тайл, дающий. Еще. Нет, не то, чтобы и пейка. У меня есть ампоны на 2 со и на 7 ман еще. Помимо всего прочего. Трое команды есть вот Тэймана, я думал, потому что он собирает Саншику. Вау, это немного опасный тайл. Опасный тайл. Ну, я могу кинуть здесь 6 ман. Нет, я кину здесь все-таки 7 пин. Черт с ним. Я не сильно верю, что он не пройдет куда-то. Мои партики играют более-менее аккуратно. А то он собирает скорее всего темпай без яку. Поэтому я здесь ничего не должен бояться. Слева дискард. Стоящий из только краевых тайлов. Скорее всего, там плохой заход. Заходит мне темпай. На адской восьмерке ман будет там пин саншику Дора. Подсумывает вообще может быть ханеманом. И, ну, здесь ничего не автоит, скорее всего, как Доматена. Заходит 5 со. На восемь со может быть урон. И осталось всего несколько тайлов. Пин у пять со. Может пойти Тоймину в Ицу. Ицу Дора. Но на восемь ман адской может быть дорогой урон. Осталось всего шесть тайлов. Я не буду ничего придумать. Заходит Дора. Я кираю еще 7-7 ман. Теперь у меня и пейка. Таня, и пейка две Доры на пять ман. Пятверт ман осталось всего две. Тоймин ждет на три ман без яку. Слева Доматен на четыре. Слева Доматен пинфу Дора. Нет, просто Тэмпай с одной Дорой. Но если бы я кинул бы в хай-те ему Дору, это было бы хай-те и две Доры. Ну, неважно. Я получил Тэмпай здесь. Опять сыграл аккуратную. Нет, ладно. Не совсем аккуратную. Я играл агрессивно здесь. Собирал Тэмпай. Там что-то хрустнуло. Это кружка. А, это кружка. Ну, давай, ладно. Выпьем за Тэмпай. Ребят, за Тэмпай. Пят. Чан-то аккуратно не дошло. Да, поэтому не посинялся кинуть. Блин, теперь мне кажется, что 6 ман. Всегда, когда я собираю Чанту первым сбросом, я кидаю странный Тэл, типа 4-5-6, либо из мастей. И уже через пару ходов я расстраиваюсь этим фактом. Уже через пару ходов я всегда расстраиваюсь, потому что я кидаю такие сбросы. Это, очевидно, может быть ошибкой в сборе. Точнее, это и так ошибка, отчасти. Кидай, а что еще остается? Не, ну, в принципе, если 5 зайдет, не так страшно, как Ранта и есть. Нет, тут уже будет потеря сета целого. Потеря сета, это сокрушительный удар. А, восток кидать не хочу. Восток кидать не хочу. Это опять, блин, черт, поснили. Может, это будет Чантой. Восток кидать не особо сильно хочется. Блядь, ну как так? Кинуем 7 слов. Это рука. Ведь иногда может стать, а нет, она не может стать. Лучше бы я кинул бы 1 ССО. Это, может быть, Танки на восток, либо Ричи Тридоры. Нет, 7 СО бы я уже вернул бы, мне кажется, 7 СО. О, а то ему кинул восток. Так, 2 востока вышло. Блядь, когда Ричи Нарадский восток, может быть, чревато огромными проблемами впоследствии. То ему кинул Ричи. Ну, восток, да, приходит выпад кидать. Если только 2-ю не зайдет сейчас. Деньги, скорее, Ричи, у меня рука 3-я сортная. 8 пин, к тому же, крайне опасно, потому что вышло только что 2. Единственное, что я думаю, я кинул Ричи Дора, но, увы, так себе, надо кидать, я думаю, все равно. Покажем то, что мы сделаны из стали этому говнююку Тойману. 4, да, всего 5 аутов, но это немного, на самом деле. Я могу здесь проиграть. Вообще, мне кажется, что Тойман легко можно взять 8 пин, и то, что я не имею права здесь кидать. Тойман, ну, и, да, я думаю, сейчас я вытащу 5 пин, я проиграю. Хм, если я кинул бы Ричи на восток, он бы не мог набросить. Но проблема в том, что 8 пин могла не пройти. О, я дал СМО. Красиво играю. Столько у Радор. Еее. Это было легко, вы знаете, когда вы берете 7 дан, вам играть немножко проще, чем у остальных игрокам. Все приходится опытом, ребят, не переживайте. Ура-Доры всегда будут переворачиваться, если вы умеете играть. Ну, по логике, вообще, просто 8 пин могла не пройти. Это Эмпай с одной Дорой, и уйти из-за раздачи было бы немного слабым решением, имея Эмпай. Так что я вот решил рискнуть, и это материализовалось в очки. Ой, неприятно. Так. То есть, подчасти, это было не супер плюсовое решение, потому что, ну, точно не супер плюсовая ситуация, хотел сказать. Здесь надо что-то сбросить. Может быть, 8 ман. Здесь интересная ситуация, я объясню сейчас, почему у нас борца 8 ман. У нас в игроке 3 пары. Это пара с формой, а это пара без формы. И более того, 8 ман находится более центральной относительно пары в слоу, поэтому тайл, который более центральный, заходит чуть чаще тайл, который дает ему форму. Поэтому проброс пары 8 здесь, или, по крайней мере, проброс 8 из пары, в среднем чуть более плюсов, чем проброс 1 вот здесь. Хотя тут, с другой стороны, можно идти тройкой, и все будет нормально, 4 аута есть. Просто, если я разрушу эту пару, а ждет мне 7 или 6 ман, тогда тоже будут проблемы. Отлично заходит в этой раздаче, я уже из Шантенны и кухаю 1 дуру. Мне, в принципе, больше не надо. О, клядь восток. Игра простая, заходит хорошо, и тогда можно выиграть ханчаны, когда все удачно складывается. Ну, вы видите. Закрутил. Закрутилось. Итак, ладно. Давайте не забывать, что против меня играют три сильных игрока из Питера. Отдадим дань им уважения, и скажем, что нам везет. Всегда, когда вы хотите кого-то обозвать, или, там, скажем, унизить, просто говорите, ребята, извините, мне повезло. Эта игра полностью от везения. Мне повезло, я выиграл. Мне не повезло, я проиграл. Я повезу тараканами. Ребята, вы тараканы? Да. Я так не могу сказать. Я не могу сказать, что это тараканы, они 3 пятых дана. Они, как минимум, ровнее тебе. Поэтому, называя их тараканами, ты непременно сама знаешь, что делаешь. У меня один пятый дана, у меня два. У тебя два пятых дана? Да. Ты обмазалась пятыми данами. Ну, хорошо. Топовых рук Шиммер. Спасибо, чувак. А, Мункипер, это кто у нас? Это Арслан. Арслан? Да. Арслан, брат, спасибо. Арслан, у нас в какой турнире у нас выиграл? Арслан. Он второе место на чемпионате России. А, второе место, а он не выиграл, да? Нет. Жаль, жаль, жаль. Или на Мараконе он занял седьмой место. А, Мараконе на Мараконе? Они шестой и седьмой поделились. То есть, Арслан хороший игрок? Да. Хорошо. Мы рады хорошим игрокам, но наше встрение. Рашн Танки любят объявлять. Рашн Танки. Да. Это же зашкварно же. Ну, тем не менее. Погоди, а правильно Лев внес сейчас четыре со? Вообще, по идее, правильно, потому что вышло две тройки и одна двойка, и поэтому здесь можно по-другому как-то сыграть. Сейчас он дурька. Здесь легко перестроить форму в манах, получая пять ман, четыре ман, два ман. И еще даже получая три пины, я все равно могу перестроиться. Такой сям-пон, он как бы слабый по ожиданию, но мое желание перестроить его при получении семь ман, да, семь ман, пять ман, четыре ман, два ман. Семерка фудуэндов. Семерку фудуэндов, талант, а семерку не надо брать. Еще три пин можешь дать. А, при получении тройки пин можно вообще речнуть, кстати. и рич пускай боятся, у меня 5 аутов мне кажется здесь очень плюсовой ричи будет у меня дверь у меня 8 аутов, да? то есть я могу взять и пасу цума и выиграть ханчан хотя я так и выигрываю блин, ну хорошие руки заходят ребят их просто собирать и приятно играть я совмещаю и приятное и полезное в этой игре ну просто везет ребят вы понимаете что я имею ввиду в общем в этой игре сейчас нет тяжелых решений я принимаю все простые решения по скорости сбора и они оправдывают себя и рука собираются наибысшим способом сколько зрителей по-моему было 20 уже 22 ну ладно что человек 15 смотрит это уже хорошо и приятно смотри я до сих пор не выиграл здесь нет ну можно предположить потому как противники не скинули единиц пин там четверок пин ну у той бы наверняка нету 2.5 либо есть одна пятерка скажем 2 пятерки но вот у наверняка слева и справа может быть закрытый поном моих аутов быть и учитывая что мои ауты вообще не выходят мне кажется если кто-то кинет ричи у меня могут начаться проблемы 604 ман это могло быть там пиндора вообще но слишком долго ждать лучше надавить имея хорошее ожидание при этом ну осталось сколько тайлов осталось 8 тайлов в игре мое ожидание отчасти прозрачное скинул 6 потом ричи четверкой это часто обозначение того что 2.5 опасны потому что все остальные октавы 1.4 и 3.6 вышли еще иногда немного опасны тройка пин в таких случаях то есть получая двойка пин я кину бы ричи на 3 пин и игрок слева попался бы в мою гиперловушку так у меня осталось два взятия одно взятие всего осталось и это да не просто везет блядь сука ну как же за хуже сука как же утратил он его ввиду наверное я не буду брать этот пон слишком тупо но в качестве помоечку и все он будет интересно да то есть я не бюджет не про фонд он я не знаю что идет на самом деле отчасти я думал блин 4 совести скину планы если лучше не выпендриваться просто кинуть 900 а ну ну это она сегодня одна кость это не часто будет случаться здесь важно заметить то что здесь есть дырка на 7 со потому что 3 со может дать тоже хорошую форму где я получу двойку это будет 2 3 4 пон пятерок и еще дырка на 7 то есть здесь многосторонняя форма и пока не не если чем надо жертвовать не нужно здесь паниковать просто со временем я когда я скинул 500 я могу немного проиграть от этого факта возможности точнее я верю в то что эта форма может улучшиться и тоже 6 ман полезно не ну у тебя здесь форма 4 5 5 6 пятерка лишняя это еще не факт здесь еще все не факт здесь еще все не факт люди заходят в ваш антенне 5 7 ман то ты режешь 5 со ну да я режу 8 со а потом что именно режу аааа вообще я могу резать даже нет я даже могу резать не 5 я могу резать 6 и 4 со ну тогда уже с четверки начинаются потому что семерка тоже сложно так это 8 со очевидно тебя нам дают темпай 7 со 6 ман ах ты ж говнюк дырка на дуру я думаю я скину 8 в этот раз аааа тойман что то собирает похоже на Цуису я возьму здесь Чи кину 4 мана думаю 4 мана пройдет здесь да ожидание выглядит плохим но фишка в том что мне нужно попробовать перегнать тоймана я не могу здесь кинуть ветра дракона я не могу кинуть восток и не могу кинуть здесь Чуна к сожалению у меня много очков огромное преимущество и я с таким дискардом как у тоймана я вижу там потенциал на Цуиса даже то есть иметь закрытый пон востоков пон скажем еще единиц это было бы Цуна такое маловероятное я кинем 5 мы ничего не теряем здесь кроме темпай конечно начинаю скидать не могу с картой он очень угрожает мне я прокину кан пятерок я не думаю что это опасный тайлы теперь не прокинешь нет я прокинул пятерку тебе равно кинуть зеленого дракона я обезопасил себя еще на один дополнительный ход кину вторую пятерку потому что справа ну очень редко может справа четыре шесть формы быть а нет подожди все четверки вышли это не пон у Тэмона а нет подожди что там у Тэмона есть ну короче красный дракон очень опасен у Тэмона очень поздно он кинул зеленый дракон наверняка у Тэмона был потенциал на на Сесангин и он пытался сохранить его очевидно что у Тэмона минимум два Чуна есть я считаю это именно очевидно и по такому дискарду это прям читается раз-два семь соль или зеленый зеленый наверное восемь ман у тебя еще с гембутсу да против ричи гембутсу север два вышло на кинул против семь соль мне кажется за оканом штерок соль это безопасный катаешь красиво у Тэмона ты пай начинай и на пять ман справа ты пай четыре семь пин два якухая раз-два-три доры это был бы наброс манган хотя возможно Тэмона только сейчас получил темпай он там перестрелился по моему филипп пишет мне что я катаю красиво мне хотелось спросить почему Филипп не участвует в этом мероприятии но возможно быть лишним вопросом еще и не спит в такое время японский про одобряет твою игру я рад то что Филипп из Японии и то что он вообще одобряет мою игру но назвать его профессионалом я бы не осмелился ну а ты смелый чувак словом соревноваться с тобой в умении обосрать человека так чтобы это звучало будто бы ты благодаришь или извиняешься в смысле я кого-то обосрал? Оля, я кого-то обосрал? я не чувствую запах а, ты не чувствуешь запах? нет это мне пишет Александр С. Х. Иршов не господи ну он просто завидует он завидует? чему он завидует? моему суперскиллу? что его не позвали что его не позвали? ну подожди он ведь тоже пятый дан кстати он тоже из Питера тоже пятый дан то есть получается я мог его позвать? он четвертый уже а он же четвертый? все за ним следишь он тебе нравится? нет почему он тебе не нравится? он молодой парень ты видел у него аватарку с животиком? фу то есть фу тебе нравятся жирдяи? оля нравится жирдяи ребят кто пожирнее? у нас нет никого больше жирнее ха-ха-ха ладно не будем об этом так я сохраняю эквайны тайлы сохраняю дор, если очевидно прокидываю пару потому что не хочу ничего потерять кроме пары 7 пин ну можно кинуть здесь 7 пин никаким 7 пин эта рука может собираться не быстро я сохраняю все потенциалы на сбор не теряю кири потерять пару не так плохо здесь рука явно не соберется не быстро да, Риг вообще не соберется чаще всего она не соберется потому что я не кидаю чуна здесь Ричи а что любопытно Ричи с севером почему игрок боялся скинуть север так долго и почему у него здесь каждый первым тайлом 5 пин как думаешь это может быть читаем? он скинул 9 ман а потому что они вышли а еще не на север если не учит то это он проиграл ну в такой дискарте я явно не кину ничего опасного пока что у меня есть безопасные о, Дильская Ричи 4 ман блин я мог кинуть другой тайл побезопаснее теперь у меня будут проблем быть 2 ман 5 ман я мог кинуть либо 5 ман либо 7 ман ммм накину 7 ман наверное теперь либо 2 со либо 8 со я думаю 8 со побезопаснее запад вышел дважды может что я затерю снюх слава в Украине Филипп что-то отжигает в чате так, где это все проходит если я возьму ЧС, собью поток и история этого ханчана изменится скорее всего но я не буду его делать пускай все поет чёрт чёрт побери Ричи Цума там Пин Дора лол а, ещё 2 Доры чёрт надо бы им врачи наверно, да? блин, он собрал Дильских Ниман под Суму и всё ещё меня не может догнать кстати ну вот ладно, не суть похоже дело у тебя блочек плохая рука у меня очень плохая ну нет, просто это знаешь это такой мистический момент именно мистика ханчана когда ты меняешь судьбу ханчана просто объявляет ЧИ понимаешь? взятия с цены они меняются ну вот представь, ты берёшь ЧИ а он берёт тот же тайл короче в другой ДН и такой же ситуации в 18 слушай, ну тут ты права но я мог повлиять на это событие я мог изменить судьбу понимаешь? вот скорее всего так мог бы и случиться то есть ты не веришь в мистику маджонга? играть дальше играть дальше? скучно ладно так ну собираем пинфу это его сопротивник который может меня перегнать очень легко кто это? это игрок с ником фестиваль это Влад Влад пятый да, между прочим смотри за ним ой, зачем я смотрю почему? ты что его не уважаешь? ну ладно не будем об этом так так собираем пинфу опять простая рука здесь все очевидно у нас есть формы а здесь 3 пинфу кинем мы все еще не знаем что будет у нас парой здесь четверки либо четверки ман хотя уже не важно дирек если он возьмет сумо то дириэш заплатит больше в патт слетит 7 ман любопытный сброс нас это полностью устраивает у нас есть безопасная дорожка для сбора руки теперь сброс 7-8 ман игрок слева явно не парьст кидает опаснейшие тайлы ладно не супер опасные но просто опасные и мне кажется скоро игрок слева будет в темпая либо он уже в темпая Дора в север и справа интересный дискард вообще у которого опять пиндоричи я здесь со своей стороны могу собрать темпай безопасной дорожкой у меня мейская возможность 9 манпаде ну она не супер опасная но я к ней попозже сумо кричит сумо он дал сумо акадорой вот шнур а у него 4 сторонка 258 пин и 5 ман ну бэд из-за его сумо игрок справа потерял лишнюю тысячу и мы теперь имеем чуть-чуть побольше преимущества над игроком справа меня не приглашали мне вас жаль филипп так секундочку отвлекусь на чат в контакте все возвращаюсь ну мы здесь не уходим от стартовых стратегии собираем очки играем быстро о мячу никто не пишет это звучит как песня о мяча никто не ждет что а он как только я сказал эту строчку ее повторил один из зрителей меня уже смотрят 26 человек я популярный стример 27 а ты зайдешь под собой посмотришь меня батарея батарея села батарея села сейчас очень важно скинуть тоймена с дилерства потому что сейчас тоймена возьмет дилерский манган под сумо то я стану третьим я стану короче вторым но возможно занять третье место в рамках игры в рамках шоудауна мы играем на места в первую очередь только на очки поэтому мне нужно показать хорошую игру и быть повыше по местам то есть мне нужно иметь хорошее среднее место чтобы показать достойную игру против трех пятых даннов я верю что сейчас игроки выкладываются ну скорее всего на полную но они играют мероприятия за которыми селит большое количество народу 28 человек по крайней мере это не так-то и мало ну хотя может быть даже больше будет я выложу эту запись где-нибудь вконтакте может быть на ютубе на ютуб канале Тоймон агрессивничает собирает свою руку но и куну может быть не везет я не знаю какие он поднимает решения блин она плохо к сожалению я смотрю на 7 ман и вижу что она довольно таки приятно выглядит приятно выглядит для руки Тоймона я совершенно не хочу кидать 7 ман даже с бросок зеленого может для меня плохо кончится очень плохо кончится но это проходит у меня таняло 2 доры там пин 2 доры 3 сот 3 сот проходит 2 сот проходит короче блин вот борсок 7 ман или 4 ман чего-то просто тем что я проиграю кончан ну убери чьи на 3-6-5-8 ну вот ну я наверное сыграю по-другому возьму чьи на троечке свою и скину пару штерок ну хотя погоди я мог скинуть 6-7 пин нет 7 пин могло не пройти чьи чьи вот так сыграем творчески не знаю не знаю не значил марина предсказания марина предсказывать умеет она что ведьма ха-ха-ха-ха-ха это мне тоже кажется смешным опа четверочку мы получили от тоймана это приятно сыграли безопасно и нам тойман набрасывает при этом это хорошая чайная общательность я не знаю ну все я думаю то ему нас вернее обгонят мы минимум займем второе место здесь не взял в чьи и в результате взял в рот а смотри у меня какая рука прикольно выглядит да на зеленой в индикаторе и лежит какой он это может быть а не знаю тут мне достаточно собрать косарь просто если мне не кинуть белого дракона я возьму он на востоке это может кончиться довольно таки плохо мне не нужно уходить если беру косарь я конечно возьму пон на востоке дальше будем думать поток иллюзия сознания печальная история не знаю где они обсуждают ту разачу где я мог взять чьи но где игру справа взял саму дельских аниман а то он открывает пон на западе и наверняка это будет тоже хонится как и у меня хотя у меня все еще не хонится а просто какая-то лажа ну как так как я мог предсказать хонро уехала так надо предсказать то что нам будет кидать игрок слева 7 пин я кину здесь наверно 2 со он кинет 7 пин 7 пин да может кинуть а вот 3 со вряд ли 4 совершенно не выгодно 5 здесь кант 4 4 4 5 или 6 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 12 15 15 16 16 20 21 21 22 авток стал чуть менее ценным играх права собрал руку сейчас пошла сдача что 9 пин я нескоро буду сносить ожидание на 8 пин является ценным и я не хочу его потерять просто так и это почему 8 пина больше не означает то что я должен быть скидывать доллар здесь я могу опции есть единственная плохая ситуация в том что если игрок справа соберет свою руку мне кажется он будет собрать такую руку которая позволит ему обогнать меня он ведь не будет собрать косарь логично и я могу потерять за это первое место свое я бы этого не хотел здесь не работает escape в этом браузере да вообще не работали с escape то есть я считаю что клиент нажимаю escape не отказывается ну короче отказ от предложения тайлок происходит здесь не значит кидать наверное 3 ман 6 ман или вообще 9 пин ну 9 пин не хочу ничего терять ошибаешь дорогу следить за тойманом нормально повторял на востоке но его догоняет чувак с дельским ханиманом пока все по плану да вполне а он отвечает на вопрос потому что он спросил дальше скоро так скоро эти тайлы станут опасны то есть очевидно что если там у тебя есть речи то скорее всего уже дали 4 пин потому что он скинул 5 законный общем маршрут нет я хочу задержать ее мне кажется я могу что так не получить шесть шесть я кину наверное я кину шесть пока мне пока слух шантен шантену здесь два да два сета одна пара и два тайла формы да это настолько шантен что до сих пор не видно и если по дискарду я показать даже не могу принять пол чуны наверно справа у влада чуны скидывает с стороны тайл хотя у тоймена мог бы чуны да с таким дискардом тоймена чуны всякими чуна тоймена возьмет пон и может забрать свою руку ну справа просто неэффективный ряман который случайно стал значит справа наверно и шантен действие много опасно сейчас я и начинаю пора уже никто не берет никто не берет а я могу указать в это раз за счет на тен и я не обязан стремиться к темпаю даже если справа будет темпай а все остальные будут на тен я буду держать как справа на 1000 очков то есть все потеряют по 1000 а игрок справа получит 3 4000 разница будет так у меня уже ссыкотно немного кто-то может домотенить манган я здесь играю защитно мне не нужно ничего как бы если я как справа взял следующая рука он меня обгонит он меня так обгонит поэтому я просто иду по пути наименьшего сопротивления и ухожу отсюда мне не нужна эта рука у меня преимущество 9 пин проходит конечно я все еще могу собрать темпай здесь кстати все еще могу ты видишь да эта возможность мне она не нужна всем привет здорово если что просить что медленно отвечаю задержка слишком большая так я ищу безопасный тал сейчас нет 8 пин не хочу кидать пока 5 пин 5 пин чуть более безопасно вероятно чем 8 потянет и 3 темпая на тэн да что такое смешно справа ждет 6 9 там же 14 пин но без яку слева ждет 4 на 500 4 тридора на 500 ок почему она просто причина потому что не знаю может поздно получил темпай нет ну как бы темпай справа и 3 на тэна и я на тэна 3 темпая для меня это одно и тоже отчасти ну разница такая же будет ну а я все еще на первом месте блин не удачно получилось я почему думал что все на тэн а все оказались темпай да тупо черт так во втором месте не пригодится это не мой ветер для меня очень важное событие здесь это проконтролировать открытие игрока справа дать ему собрать руку по возможности не ускорять его и в то же самое время попытаться собрать свою руку могла быть соуница у нас а соуница это какие то новичковые термины наверное пиницу соуцу так то ему собирает таньяо для меня это очень приятно то ему решать все мои проблемы в кончании собирая свою руку и это просто чудесно если то ему собирает косарь под сумму там или по рунгу с кого то меня это совершенно устраивает лишь бы я его не накинул в косарь хотя у него может быть и манган и даже ханиман иногда но для меня здесь важно просто играть супер аккуратно и пускай он собирает что хочет остается только юг из опасных тайлов то ему кинул восток из руки это часто обозначение того что он перешел в темпай да и сразу взял с ума спасибо меня это совершенно устраивает я прочитал все стадии развития его руки и увижу его результат так так хотя закончился кому интересно а я не буду переслать реплей ну хорошо я не буду переслать реплей в в чат в чат этого самого я не буду переслать реплей в чат твича не буду потому что мне кажется вы получите спойлеры я сейчас вобью результатики я пишу перерыв пару минут так перерыв перерыв пять минут я вношу результаты пока пускай ребята что-нибудь там поделают мне интересно хотя я началом был довольно-таки простым и не принимал тяжелых решений вижу что я не скинул чуна в одной из стадий раздачи а ну вот игрок перестрелил темпай блин стоп нельзя как его поймать темп а справа есть антен и он получает темпай одним довольно-таки поздно а слева дамотен на пять сло любопытно слева давно темпай то ему темпай после сброса чуна у тоймона привычка кидать самый безопасный тайт из руки привыкать к темпай это очевидная привычка когда-нибудь она его погубит но не сейчас тоймин уже на 3-6 ман но он уже также и на 4-7 ман поэтому я красиво здесь перестроился а почему тоймин укинул 4 ман в этой ситуации а потому что это 2-5 ман очевидно окай я собрал здесь 4 руки но накинул ни в одну руку не накинул а я собрал здесь 4 и ни в одну не накинул а товарищ фестиваль собрал дизельский цуму ханиман и все равно не смог меня победить ну и суть это игра так а я хотел убить результаты давайте я это совершу шиммерка запись стрима будет куда-нибудь будет естественно будет когда закончится сам стрим я совершу это действие так а все силы 18-800 первая игра 18-800 потом антон новиков 8-700 боуи 36-600 и фестиваль 35-900 отлично места 3 2 1 4 хорошо кому интересно вот ссылочка на google док я там веду там будет и реплей в google доке и одновременно с этим будут результаты текущие первое начало сыгран у нас осталось еще 3 минуты точнее 2-3 минуты на перерыв с вашим позволениям я отойду пока время веб квадрата подвину музон я не хочу вон поставить сейчас я понимаю хорошо я понимаю а а а так, что тут у нас там перешел в Таньяо, Грац мм, спасибо так впервые пять минут, сейчас закончится, давайте одну песенку включу все-таки это будет казуальный выбор это мм 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 м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok 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 хотя бы один раз еще. То есть играет четыре хатчайна, игрок не может здесь слева, справа и напротив и где-то еще. То есть будет где-то повтор обязательно в рассадке мест. Так, я дилер, мне нужно играть быстро. Я отодвигаю здесь окошечко. Смотрю на трансляцию стрима. Все вроде в порядке. В игроке может быть Таняо раз, два, три, четыре доры. Так, но вообще уже есть антенна Ричи Номи, либо другую руку. Томин собирает быструю руку, он хочет помешать мне собрать. Симпотная кружка. Да, кружка очень симпотная. Так, я беру здесь чип, потому что здесь можно собрать Таняо. Кружка очень хорошая. Ей уже больше двадцати лет. Два Сорон. Таняо Номи. Ну, ладно. Кружка очень симпотная. Ей двадцать лет. Это моя любимая кружка. Она из Диснея. Посмотрите внимательно. Т.е. мне очень нравится эта кружка. У меня к ней большие чувства. Вот так вот. Так, ну что ж. Мы начали играть. Первая задача закончилась небольшим провалом. Ну, мы не собрали хорошую руку. Нам, точнее, не дали его собрать. Один из Дракона накинул в руку другого игрока. Но это Моджонг. К этому стоит привыкать. Девушка Ричи. У нас есть три Доры. Накинем здесь зеленого Дракона. Единица Ман. Мы этим единицам Ман профолдим. У нас в руке ни одного цвета нету. А справа уже Темпай. Мы проигрываем по скорости. Будем играть защитно, аккуратно. Смотря на то, что у нас есть Дора, и игрок справа опережает нас очень сильно по скорости сбора. С нашей стороны важно просто не набросить ему руку. Будем говорить безопасные тайлы. Ничего там нет зазорного. Может, когда ему что-нибудь соберется. А может быть и нет. На семь своя беру Чи. Ах ты. Темпай кинул Ричи. Ха. И попал в Рон. В Ричи Дора. Сколько есть мини-поинтов? Пятьдесят. Все правильно. По словам было бы Сананка. Ричи с тремяркой в дескарде семь и один, и ждет на четыре. Гениальный залом после Ричи, в который попал Темпай. Шимон. Оль, знаешь, что тут пишут? Ты читаешь? Нет. Шимон выигрывает и в маджонг, и в флоты. Нашел подружку. Жизнь налаживается. Град. Пишет Анчан. А, ну, окей. Окей? Да, так и есть. Ты подружка? Мы друзья? Ну, ладно. Так, ну, это и кухая-хонницу. Собирать здесь, очевидно. Хотя заход, скажем, пятерки мам в пару, можно нас оставить передумать. Ну, он классный, потому что не щадно. Пиздить не переставает. Видишь, у него все хорошо. Другому не может быть. Хорошо. Так. Не переставаем. А что, эфир-то был этот? Эфир чего? Тест-кафт. Тест-кафт я не знаю, я не смотрел. Это деятельность Юрия. Прошло большое количество времени и менее перестали сходить в Тайлл и Мастер-Соу. Я думаю, что девка-соу мне редко пригодится здесь. Я попробую собирать здесь не хонницу, попробую скрипить Акадоро. А то я ему кинул Ричи. Ну, это все плохо. Китай Юг. Я могу взять Чи на тройке ман еще на одной или на штерке ман. Я не знаю, получу ли я еще одну. Потому что это редкий Тайлл. Если получу, то кинул 6-соу или 2-соу. 8 ман заходится. Ну, это опасно там все равно. Не хочу выкидать. Кинул пару единиц. А то я ему кинул Ричи и я не хочу набрасывать. 8 ман может иногда не пройти. Зачем мне этот лишний риск. Хотя теперь, я думаю, я мог бы и кинуть ее. Сумо. Ричи сумо Дора. 8 ман шла в рон. Несмотря на то, что я видел 2-соу-рки ман, я сэкономил 2-соу-рки ман. Хотя, я думаю, здесь было легко кинуть 8 ман любому из нас, согласитесь. Но какое-то как-то было ощущение, что этот пускай и небольшой риск, но того не стоил. Рука была не такая, не так хороша. Хотя, буквально, наверное, Шимона борца, там, года назад кинул бы это 8 ман, сказал бы, был у него быстрый ричи и он кинул 6. Полюбас у него в руке. Там, не будет 6 или 6-7. А у него оказалось... Ну, ладно. Все это случайность. На самом деле, опасность 8 ман была небольшая, но мне до сих пор не хотелось даже в эту опасность как-то проверять. По сути, этой 8 ман даже может быть такой же опасности, как 1-соу. Просто сбрасывая 1-соу, я перестраиваюсь этим действием. Так, здесь рука слабенькая, будет долго собираться. Попробую оставить в этой руке потенциал и на саншику, в нижнюю саншику, и на ицу. Скину вот так, 1-соу ман. Посмотрим, во что это превратится. Пятерку ман теперь можно снести. Я все еще, как бы сказать, между потенциалами сопротивляюсь. Все еще колошусь. Но вообще, на стриме я должен что-то говорить. Если ты был об стриме, ты что-нибудь говорила своим зрителям, Оль? Я обычно с такой стримирую. Ты бы же самой стримишь? Да. А, е. Так. Ну, здесь, конечно же, хочется отказаться от вообще всех потенциалов, чтобы брать просто 2000. Но я не буду брать Чи на 7 пин. Да и вообще все загадилось что-то. Трехсторонка стала какая-то уже слабая. Самая сильная форма в руке это 2-3 пин сейчас. Что такое вообще? 2-3 пин. Осталась одна единица сло, одна четверка сло и 3 семерки. Ну, надо что-то прокидывать. Я кинул 5 пин здесь. Я не хочу. Я думаю, что 5 пин станет очень опасным. Буквально, что пару ходов. И 5 пин легко идет в рон и налево, и направо. Я скину пораньше. Ранее Ричи. Какие продолжения по качеству вейта? Обычно продолжение такое, что вейт должен быть плохим. Но это заблуждением. То есть здесь неизвестно. В среднем чуть чаще будет плохим. Но если ты знаешь, как играет твой противник, примерно, то можешь предполагать, что там может быть и плохой вейт. Довольно сильно зависит от мышления игрока. То есть в среднем, опять-таки в среднем. Нельзя говорить гарантированно вещи только в среднем. Так, у меня уже адская единица слоу. Ну, это не то. Блин, ну это плохо все. Где у меня безопасный тайл? 6-8 ман опасные. Приходится как-то уходить отсюда. Ну, через 2-со буду уходить. 2-3-со скинул. Могу когда-нибудь получить темпай даже. Темпай без яку. 5-со. 5-со крайне опасный тайл. Пипец. 5-5-8. Блин, ну мне надо уходить отсюда. Скину 4-со. Скину 4-со. 3-со. 6-со. У меня все тайлы опасные против. У меня нет дорожки безопасной. Кроме 4-со. Я не особо люблю фолдить. В этом моя проблема. 3-со. Окей. Я могу получить темпай на руку без яку. 6-со не выглядит опасной. Нужно 3-со. 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 А вот 2-семерки. Вот 3-ка. Оля привет. Тебе пишет привет пользовательником Yukaich. Знаешь кто это? Это Любовь. Любовь? Да. Это Любовь. Привет. Раз послушайте. Так. А гембуса тем временем нету, да? Блин, ни одного гембуса. Нет, не 3-бин проходит. Нет, думаю, превратится от 6-со. Прошла. А то я ему ждал на 2-5 ман. Да ведь? А нет, это 2-5 ман и еще с ампона 3-4 ман. У то я ему, блин, у то я охуительное ждание. 4-со. Блин, по-моему, первый раз вижу такую форму. Оль, представь. 3-3-4-5 ман. 6-7-8-8-8. Это ждание и в... Можно собрать даже пил с такой рукой, а можно речиномию. Так, мне стоит выключить контакт, наверное. Я прошу это сообщение. Лошара. Я закрываю. Лом. Блин, прикинь, короче, кто закинул речи в 4 стороны, но не смогут победить с этой рукой. И ему в чат пишет, лошара. О, Антон Новик вылетел. Антон, возвращайся, пожалуйста. Ну, мы хотим сыграть нормальный ханчан. Что зависит от меня, я сейчас буду играть таймбанк, я не буду... А, вот он вернулся, кажется. Все, игрок вернулся. Я бы ждал бы 10 или 15 секунд этого игрока, не стал бы сделать сброс. Мне важно качество игры, чтобы мы сыграли полнотельные ханчаны, а не играли с автосбросом. Но он вернулся, это прекрасно. Так. Блин, это прям мега-жир. Назвать кого-то в чате лошара за то, что он кинул хорошие речи с хорошим ожиданием, не смог победить при этом. Ну. Пускай каждый из вас попробует догадаться, кто это написал и кому это было обращено. Так, ну что ж, мы на четвертом месте, да, здесь? А, нет, на третьем месте. Но у нас все не особо хорошо здесь. Рука так себе. Ни одного готова сета нету. Есть только формы. Здесь я скидываю 1-3 ман, потому что 1-1-3 форма, она, скорее всего, может пригодиться. Пара льгов у меня здесь оставлена, то есть я думаю, я могу ей защищаться, либо оставить ее как пару в своей руке. То есть здесь нету потери в скорости сбора. То я ему кинул в запад, слева кинули в восток, восток мне реже пригодится, чем в запад. План такой, что в западе никто не будет сохранить в своей руке. А восток еще, может, в том, что он еще хранил бы. То есть они примерно равномерно, точнее, кстати, похожи по своим свойствам. Так, ладно. Мы собираем руку. Единицы ман. Пятерка соу полезный тайл. Если я получу коннекты к пятерке соу, я кину либо запад, либо 6-8 ман. У меня желание скинуть 6-8 ман прямо сейчас. И это очень интересное желание. Я скину 6-8 ман прямо сейчас. Потому что я свято верю в то, что я очень редко получу одну из двух семерок ман. И еще я свято верю в то, что игрок слева или справа будет жать на 3-6 ман буквально сейчас или через пару ходов. То есть 6 ман будет очень опасно через пару ходов. Это очевидно. Этот тайл я обязательно скину прямо сейчас. Хочу претендовать на хотя бы что-то типа победы. Возможно, уже сейчас четверка ман не пройдет в какой-то домотен. Хотя, возможно, что когда я кидал 6 ман, она бы уже не прошла бы, то есть попала бы в домотен-манган какой-нибудь. Здесь ситуация не в мою сторону. Я хочу учить на Пайноме. Картинка смешная, сука. Извините. Что за глупости? Так, Таймакил Рич, он дилер. Ну, что-то поделать. Рука так себе. 8 ман кидать немного опасно. Видно, 5-8 вышло несколько штук. Ну, короче, Таймак, скорее всего, все будут иметь фрирол. Я не буду мешать. У меня 2 шантен здесь. Я мукину, наверное, 5 пин. Хотя нет, там Таймакил форму 4-6 пин. Я даже не имею права кидать 5 пин здесь. Ого, бросок. Ищи пин Фудора. Урадора. Ну, жаль. Жаль. Таймак победил. Таймак заходит в хорошие руки. Первое число урадора. Ну, что поделать. Игрок, право, решил сыграть агрессивно. Ну, по-моему, накинул не особо много пафных тайлов. Ну, и, правда, один приставов не прошел. Ну, ладно, что поделать. Тут от меня ничего не зависело. Это решение было принято другим игроком. Можок, игра, решение, где мы принимаем решение и потом за них либо будем награждены, либо будем за это... Оль, как вежливо сказать сосать хуяку? Ну, нет, как я могу сказать слово сосать хуяку, только повежливее? Кому ты хочешь сосать? Кому я хочу сосать? Пока никому. Скажите, Филипп вам. Филипп, как будет правильно сосать хуяку? Филипп, научи! Ладно, извините. Немножко отвлекся от Маджонга. Плохая рука. У Теймена снова Ричи. Мне кажется, в этом хачанине он может меня обыграть. Этот игрок напротив. У него хороший заход, хорошие руки. Я в свою очередь пытаюсь играть защитно, но у меня не заходят такие хорошие руки, как кто ему, наверное. Так, ну, здесь я могу покинуть пару восьмерок сил, хочу прокинуть. Ну, вообще рука не стоит того, чтобы я был агрессивным. Буду прокинуть пару восьмерок. Хотя, после первой восьмерки он уже... Ладно, ЦМО. Ну, это уже заход в уровень анти. Ещё один ЦМО, Дирский Хинеман. Ну, Боэмон. Ну, кажется, от хачан я не выиграю. Получается, мне придётся играть на среднее место, чтобы обыграть Теймена в последующих хачанах двух. Ну, тут ничего не поделать. Второе место нужно здесь. Ну, да. Это хачан крайне сильно похож на... То есть, смотри, Теймена даже будет выгодно меня топить сейчас, чтобы потом я его не смогу догадать никогда. Покрупнее камень-то сделать, чтобы я их видел. Это нереально. Это уйдёт чат в никуда, видишь. Вот так могу сделать. Ну, блин, тут ничего не поделать. Это Маджонг. Вот именно был, по-моему, даже Доматэн Манган. Хотя, может быть, не был. А, нет, скорее всего, был Доматэн Манган, если вы кинули 4 ман. Это было ранее Ричи, правильное решение. Хорошо. Тяжело, тяжело ошибиться в таких ситуациях. То есть, ну, что может лучше, чем Киутрища, это дорогой ЦМО. Кище Девурадор перевернул. Без двухрадорщик, это шанс не мог быть. Читер. 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 Так считаешь. Здесь Юг, наверное, кидать надо. Но Юг, это Дора. Я кину, наверное, 9-со, либо 2 ман. Кину 2 ман. Партивники не кидают единицы ман, значит, наверняка, у них есть формы с единицей треки ман. В этом Лошара чувствуется атмосфера доброжелательности, которую я так старательно прививаю в нашем клубе. Мое уважение. Лошара. Ну, Таймон хорошо заходит, он все еще собирает. Я тут бессилен. Возможно, в этом шоудауне я займу лишь второе место, потому что Таймон все-таки неплохо заходит. Ну, куда дальше, если ты второе место займешь? В смысле? Сейчас? Ну, у тебя еще слева соперник. Ну, да, я имею в виду вообще в шоудауне. Вообще, если Таймон не глупый человек, я говорю, если, то он сейчас не будет собирать руку так, что игрок справа от меня умрет. Таймон позволит сделать так, что я потеряю очки и стану на третьем месте. То есть, это то, что нужно Таймону. Таймону нужно душить меня, а не делать так, чтобы игрок справа умер. То есть, допустим, ожидание Таймона предположим 5-8 пин. Это опасный Тайл очень. Очень опасный Тайл. Ха! Идиот! Таймон идиот, он его убил. Смотри, он его убил. Да. Знаешь, что это означает? То, что я на втором месте. Да. То, что если я обгоню его хотя бы на одну строчку впоследствии, он проиграет наш шоудаун. смотри, там 5-5 кап, там кап и прайд. Таймон ошибся сильно сейчас, очень сильно ошибся. Он обязан пропускать. Если я в следующих двух ханчанах обгоню хотя бы на одну строчку, я выиграю наше событие. Мы играем на среднее место, а не на очки. И, играя справа, он сделал меня вторым местом. Но это мышление новичка от него. Он, возможно, поймет свою ошибку. Такая удача не приходит слишком часто. Его запас удачи часто будет иссыхать сейчас. И, я просто накажу его за его самоуверенность и то, что он не умеет думать. Это будет очень легко. В следующих двух ханчанах я попробую выжать все соки из него и заставить его проигрывать. Сейчас я буду вносить результаты. Ханчан закончен, второй ханчан закончен. Маленький перерыв, я вбиваю результаты. Подхожу обратный контакт. И пиши ему лошара. Не, я не буду лошара, потому что он не может самоверен. Самоверен, думаешь, я не обгоню. Перерыв три минутки. Нашу результат. Тебе надо было делать меня четвертым или хотя бы третьим. Это реально самоуверенно. Он дал мне огромный простор для дальнейших побед. Теперь я не могу его обогнать. Я там второе место, он займет третье место, я выиграю у него. Даже учитывая, что у него может быть на полтинник больше очков быть. Так, ну вот сейчас я вбиваю результаты. Так, результаты. Так, среднее место три. IRIMP, среднее место три. Так, и оставимся. Ну, что, три плюс три. То есть, три плюс три, сколько у нас будет? А, давай посчитаем так. Додвину здесь. Три плюс три. шесть. Четвертое место был кто у нас? А, нет, дождь, 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 он у нас три, три плюс четыре, значит, семь. Здесь тоже семь. Здесь, наверное, у меня первое, второе, это три. Здесь второе, первое, тоже три. Очки. Крайне самоверенно с точки зрения Тоймана. Он реально дает мне простор для того, чтобы его обогнать. Он совершенно не думает об этом. Такая слабость. Он пускает самую критическую роль вообще всей битвы, в том, чтобы быть выше других, чем другие игроки. 14700 у меня, я совершенно рад этому исходу, я второе место. Так, 14700 еще и у Айр Импа, но он у нас на третьем месте. То есть, по сути, мы ничего не сделали, просто платили за дорогие сумо игроку. И минус 1100 еще у этого игрока. минус 1100. Все, да, 20-200 сейчас сходится. Резеты будут обновлены, ссылочку сейчас я вам дам, реплей я внес. Реплей я внес. Да, все. Ссылочку вбиваю сейчас в чатик. Кто только пришел на стрим, добро пожаловать. Зачем тебе снять хуяку? Хоть музыку включи. Сейчас включу, ребят. Я же не выключал микрофон, вы же меня все время слышали. Зачем я об этом знал. Так, давайте я одну первую песенку, чтобы поставить бы. Давайте поставим. Так, U2. Such a beautiful day. Я думаю, U2 нормальная такая группа, которую вы на этом все слышали. Перед игроком, как это дают, так дела Фенинксе плохо. Я отдал свой аккаунт отчасти Филиппу, и мы с ним вместе проигрываем. Так. Готовность. Суворовый пришел. Что? Александр Суворовый пришел. Да, Суворов. Александр, по-моему. Так, ребята, готовы. Готов. Сейчас смотрим рассадочку. Вот она рассадочка. Так, ребята, готовы? Поехали. Фестиваль опять напротив меня. Потом будет сидеть слева от меня, да, Вить? Следующее отчание. Да, слева от меня, будет ходить под меня. Сюда честно. Так, ладно. Извините. Да, очень хороший потенциал на Ханро. Я обязан брать. Это вполне оправданное решение на данный момент. Данный момент не предусматривает то, что будет дальше. Это недальновидное решение. Он мог пропустить, и ты мог бы кинуть этот тайл, и он бы тебя... Да, или он взял бы с ума, и играл бы дальше. Это вполне оправданное решение на данный момент. У тебя счет тысячи, ты полностью свободный игрок. Так, у меня отличная рука сейчас Вот как раз человек, который умеет играть на среднее Нет, пойми, среднее он не потерял Он прекрасно сыграл на среднее Он собрал дилерский бойман На среднее он сыграл превосходно Он сыграл творчески и красиво Мне это нравится Но он совершенно не подумал о том, что он проиграет мне Если я буду иметь выше место в итоге, чем он И если он что-то либо делает, то у этого есть смысл Мне кажется, я говорю простые вещи, которые можно поднять, если немножко подумать Это же я их понимаю А, да, ну ладно, да Ну, в общем, я попытался объяснить И у моих слов был некоторый смысл Ну, если все-таки я не смог тебе объяснить, то мне жалко Ну смотри, еще раз попробую объяснить Что если при итоге четырех анчатов у меня будет среднее место лучше, чем у него То я выиграю это мероприятие А он будет на втором месте Я не говорю, что второе место плохое Просто он ушел от этой ситуации Когда он мог бы повлиять на меня Ведь у нас есть история Первый анчан выиграл я, а он был вторым Я его основной противник И он мне подарил второе место, хотя мог меня бить, бить и бить Или, по крайней мере, влиять на это Но он этого не совершил Так, у меня темпай на той той ханро И справа диверская ричи Мне кажется, я вообще не имею права здесь отсюда уходить Даже, блин, даже все вот еще доры Акинут доры все равно в пацию Я прикован Но почему? Если ты кинешь дор, ты можешь в девятьсот кинуть, а у тебя будет чанта Чанта дора? Нет, чанта дора это две тысячи Или две шестьсот Тьмо Е Да Ну а теперь, смотрите Чем будет отличаться моя игра от игры Тоймана, от Влада Сейчас я не тот игрок, который, как он Пошел в хачане Я могу сейчас пропускать роны Мне не нужно здесь первое место Мне нужно, чтобы мой игрок напротив Был ниже строчкой, чем я Я буду его душить, я буду его гнобить Я буду пропускать роны сейчас, чтобы он просрал Я буду брать сумму на его деятельстве Я буду делать все, чтобы он был ниже меня строчкой И потому что я могу на это влиять Это мои решения Я играю ради этого, чтобы быть выше кого-то Сейчас у меня есть противник только один Посмотрите на таблицу У меня средняя 1.5, у него 1.5 А у остальных средняя 3.5 То есть он только мой противник Игрок слева и справа, они ничтожны для меня сейчас Они как воздух Я их не должен чувствовать, даже не должен думать А вот Тоймана Тоймана я должен гнобить Так Я прокинул здесь девятку пин Я думаю, что белая иногда может пригодиться Девятка пина одна может пригодиться еще Блин, ну эта рука, эта единица мана, какой-то знак Чанту можно? Ну ты видишь, здесь реально потенциал на Чанту Есть, да Странно, что мне вернулась единица мана Она кого-то намекает Я могу кинуть сейчас 4 мана, но все-таки это не всегда будет Чантой Происходит 2 мана, я кину 4 мана, очевидно Потом что-то Чанта может быть Он в этом ханчане был уже вне опасности Ему не следовало рониться Да? Ну, скажем так, опасность его ханчане была минимальна Реально минимальна Думали о том, что тот соберет дилерский ханиман Что, еда проносит? То я ему кинул ричи, ну, довольно-таки плохо Мне пишут в чат Егор Живлев, что-то не пишет, да, закроем Не будем читать этого молодого человека Ну, блин, то я ему кинул ричи Сейчас соберет дилерский ханиман опять Это будет не смешно Ну, прикинь Что будет, если он сейчас соберет дилерский ханиман под сумму Опять Прикинь Третий ханчан подряд соберет дилерский ханиман под сумму Я же не хочу этого увидеть Это даже довольно-таки неприятно будет Если бы я знал, что кто-то сейчас в темпай Я бы пытался бы ему накинуть То есть, если я знал, что кто-то домотенит 3900 Я бы предпочел накинуть 3900 Сумо Блядь Если будет у Адора, то мне просто конец Ну, то что это? Ну, блин, ну Я не знаю, что мне делать Ты смеешься, что ли, чувак? У тебя две дуры Ну, это приятно Нет, не сейчас Это смех, что ли? Ну, это и есть твой скилл, чувак Ну, хорошо, ладно, я тоже так играю Ничего не поделать Такова игра Ну, Третий ханчан подряд собирают дорогие цумо Мое почтение Блин, ну это просто обидно, отчасти Нет, я просто, я бессилен против этого Это словно он превратился в анти И берет там цумо самбайманы дилерские И, как бы, говорит Ну что, давайте поиграем Смотри, я собрал цумо самбайман Чем ты ответишь? Мммм Чем ответит цумо дилерский самбайман? Ммм, Рон Касарь Ну, на больше я не могу рассчитывать Очевидно, что некоторые руки требуют большой удачи Ну, хорошо Возможно, 4 ханчан это не та дистанция, которая нам нужна, но Как минимум, Тойман показал в предыдущем ханчане свое мышление О том, что он не думает, когда играть и как играть Это все очевидно, то есть Ему предложили урон, он нажал на кнопку Это игрок, который видит кнопку и считает ее превыше всего У него вообще авторон стоял А, у него авторон стоял? Ну, тогда мне... Ну, хорошо бы сказал, что у него стоял авторон, хорошо Может быть, у него стоял авторон и он даже не обдумал ситуацию Даже не успел обдумать ситуацию Не успел обдумать? А почему бы нет? Там уже 15 секунд на каждый ход дается Ну, если ты поставил авторон, то все А, ну да Ну, хорошо Допустим, он поставил авторон, а ему тут же накинули Ммм Да, вот, может, так и есть Слушай, тогда получается, что он не ошибся Просто авторон помешал Да Деппи напастный тайл, но я хочу скинуть его пораньше Ну, конечно, он же сам нажал эту кнопку Ну, и что, что он нажал сам эту кнопку Так, справа кинул Ричи Это неплохо Да, но у тебя две дуры, ну, четыресо можно Нет, у меня и четыресо есть, и север есть Я должен открываться от отзыва здесь, кстати Как же ты хорош Я поняла тебя А, поняла, это девочка Девушка Ленте СВ, это девушка Она в зенчуршинском вроде говорит Неплохо Один-два ман будешь носить? Да, один-два ман, легкие сбросы Я буду играть через темпай, через отодзуки Я надеюсь на белого дракона Он может лежать Это опасный сброс Ха Блин, имея такое количество очков Он все равно позволяет все опасные сбросы Жалко, что у Радора нету То есть Тоймон, очевидно, не демон Моджонго Совершенно Имея преимущество, он его легко так легко разбазарить хочет Хотя ладно, всего лишь две тысячи, но могло бы чуть побольше Он, наверное, наверняка не знал, где Доры лежат Прекланы, что ли? Ваш турнир В сентябре В сентябре будет турнир, ребят, знайте про него, я вам рекламлю А называется как? Полумарафон Будет скоро турнир, называется полумарафон, все приходите А, да, когда? 23 сентября 23 сентября, полумарафон, ребят, всем советую Турнир как турнир, но вам понравится 10 хончанов играем Играем целых 10 хончанов, это довольно таки немало Знайте, что 10 хончанов немало И регистрация будет 17 сентября А также скоро откроется регистрация Где-то в течение примерно четырех дней Где-то 17 числа, да, должна быть регистрация Найс 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 Так, ну здесь я собираю Саншику, Ричи Саншику Попробую Ричи Номи на 5 со, но может даже пропущу урон когда-нибудь Ну, наскину 600, у меня есть уже еще антенн, 600 будет возможно опасным тайлом Ты ссылку на группу положишь потом в перерыве? Ссылку на группу? На группу, вон А можно не надо Ну, чё жалко что ли? Ну, я сказал вам, что по марафон дата Они, кому надо, они посмотрят через поиск групп вконтакте и нас ведут Чуна я брать не буду, это все еще кухайноми Моя цель обогнать Тоймана Я не хочу здесь быть ниже него в этом хончане Я буду делать все что я могу, чтобы обогнать его Саншку Ну, пока что кроме Саншки я вообще ничего не вижу Тоймана открывается на маны, возможно Тоймана будет уходить с манами И если там есть Доры, а там есть наверняка Доры Я должен это брать К сожалению, я должен это брать Тайл Потому что Тоймана открывается в Чиницу или в Хонницу И возможно там есть девятки ман К сожалению, я должен уважать дорогие руки Блин, я не могу это Чуна На 2 СО будет урон Хорошо, мне кажется это хороший исход У Тоймана там уже сброшенный Чун Там какой-то еще Тайл сброшен И он уже может быть даже в Шатере Или даже иногда в Тэмпайе на Чиницу или Хонницу с Дорами Я не видел ни одной Доры, я видел только 8 марки Ман сброшенные Мне кажется Тоймана была очень дорогая рука И мне повезло то, что я смог сейчас победить Не можешь выиграть, так превратился в Марину Фу таким быть В смысле? Почему ты все время упоминаешь слово Марина Тебе... ну как... тебе... как правильно сказать? Ну не знаю, тебе нравится Марина, я уверен Ты слишком много уделяешь ей внимания Ну и это не так-то и плохо на самом деле Так что давай просто... давай просто будем это обсуждать Все, я прекращаю Зачем обсуждать женщин? Да Мужчины должны пить пиво и обсуждать Спорт, там, футбол, бокс Зачем обсуждать женщин? Других мужчин обсуждать должно Да, вот смотри, слежная остановка Евгения Ким Минеральная вода Ной Есть такая, кстати Шантэ на речи Номи, но я хочу перестроить эту руку в более хорошее ожидание 5 пин Я здесь кину 5 пин Потому что так я сохраняю все улучшения Которые у меня могут прийти 5 пин это очевидный сброс здесь Даже не обсуждается Это просто 5 пин я получаю все улучшения Там 4 пин, 6 пин в пинфу Будут сыграть руку Вы агрессивные какие-то Люб, я не агрессивный Все в порядке Давай не будем ругаться А, еще в порядке может быть Саншку 1, 2, 3, кстати Из-за где троечка пин Либо одиночка пин Но мне ничего не заходит Ну, какого-то породинить О, одиночка Шантель на Саншку Блин, прикинь, если я кинду еще одну не тусую Я открою опять на Саншку Номи О чем у меня себе варианты есть Кстати, я обязан кинуть 2 пин Следующим же ходом 2 пин в крайне опасные талы Я вижу 5 талов от октавы Справа кину ричи Я не могу кинуть 10 пин уже 4 ман Кину 9 пин Или кину 9 пин Я кину 9 пин, я вообще не хочу Выпаться от ума Ай, в яйцо Блин, дорой выпаться ценой В яйцо Это минимум ханиман уже я вижу А, это байман Я на дилере Байман и я на дилерстве Ну, блин, ну Самое обидное то, что я переплатил 4 тысячи Относительно той мана Ну, блин, ну какие-то скиловые игроки Суму ханиман, суму ханиман Суму дилерский манган Суму байман Блин, даже 2 баймана уже было дилерских А, не, точнее, не байман, не дилерских Два дилерских Два, прям, чем 2 баймана обычные Дилерский цуму ханиман Дилерский цуму ханиман Дилерский цуму манган А, нет Дилерский байман Дилерский ханиман цума Дилерский байман цума Дилерский манган цума И не дилерский цуму байман на моем действии Я, кажется, вообще, по любым законам маджонга Не должен здесь выигрывать ничто вообще в этих ханчанах Но, тем не менее, я сейчас иду в нормальном среде в среднем но против действия в оба мансово конечно хрен попрешь вообще а полный сутки марафон планируется когда нибудь по вам уже были недавно в следующем году планируется это такое мероприятие которое не должно быть часто естественно это может просто приезд вам перестаньте да может быть вам некоторые люди далеко ехать но они хотят попасть на турнир и поделать турнир слишком часто в любом случае те турниры которые мы будем делать они будут не меньше а группа организаторов в москвы которые сейчас на момент начинают активизировать свое действие твое действие в принципе деятельность того справа речи мне опять нечего крыть слева можно кинуть директорских ханимана или мангана на большинство короче турнир по восемь кончат за два дня должны кануть в лето это уже просто новетон турнир который ничего не решает чем поколу восемь мажется десять кончаток нормальная дистанция так но справа речи новости на прошлом проиграем слева уже не парить по ходу дела готов проиграть м м все опасно здесь все опасно случайно маловероятное ожидание самое лучшее что может быть если игрок слева кинфониман направо мы закончим мая цель я не изучаться ситуация не плюсовая есть коричного наброситься в четвертом тема кинул очков а кбр а кбр а еще одна деться вышла не суть чтай моккей осень своему макин фудора тут важно понять что очки решать не так много как места он потерял много места вначале вначале конченов выживаться от маджок и мальчиков ображаю что мальчиков не девочка мальчиков да и но 5 700 до 5 до 5 700 до мужской чат пишет но это наверно не мальчиков а сосиска пати так сохраняя дуру тащит очень хорошо что не троняю что только у вас столько любишь да, сохраню все титра попробовать брать конницу хотя не гарантированно бакахон 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 не хочу я буду открываться скорее всего на верхней которым дает мияку халф это лестница по моему я слышал эту фразу несколько раз ну где тут а халф это лестница это кто-то сказал по моему из горы престолов недавно цитата откуда-то не поворот если же у вас меня нет на очередной грани на 2 суммаsembра чечко на два сумма костующие либо запад либо юг но если там 2 м да конечно вот можно что быть кислота вот там интересная дискартку, вот бы то он собирает Минхон на пинах ему кидают пины и он отказывается, сопротивляется у всех какие-то странные руки, мне кажется почему тут сраный юг не выходит с севера не выходит все, я уже не верю в Хонит, что-то мне вообще никак не заходит, ничего будто он собирает плоскую руку почему юг не выходит почему он не открывается на пинах, если это масть здоровая у него, что бы не собрать перед ним все даже да, тоже хорошая идея у меня начинает вникать мысль то, что я должен собирать темпайноми здесь еще одну речи мне кажется Ван Гои, что последнего окончания в общем монах будет не один конкурент, а два хороший комментарий кстати, это возможное событие хотел бы ты когда нибудь сыграть шат даун с Егором а Егора, когда он научится играть, не будет приятно с ним сыграть какой он даун у Егора какой даун я не знаю мне кажется, что небольшой про марафон шадоу ричи так, справкинули ричи опять дилерская у меня опять плохая рука очень, я не могу сопротивляться с ней и я должен чем защищаться у меня, по-моему, 0 гембутса, он сейчас запад зашел ну шампань да, шампань накинул, а, удар вышел, все нет, я покинул бы единицу со здесь я не могу сказать че хотя опять я отказываюсь от че, он берет с ума, да? так, 6 ман, 6 ман, 6 ман, 6 ман 7 ман, 7 ман я шаги отборская заставка как бессмысленна уже должен надо их прокинуть ну вот, что на 5-8 ман хотя это было 3-6 ман там 2-7 ман ты готов был уже кидать восемь ну я не знаю, я бы скорее кинул об единицу слово в любой юг а единицу по какому принципу ты видел? я видел, что он кидал двойку это мы должны брать хотя зачем? кухай номер, 1600 на столе ну хотя хочется Саншку, да, собрать? хотя погоди блин, ну вы сейчас уже ничего нельзя сделать ну уже единца со стены будете кухай чан за Саншку якухай номер мне хочется брать якухай номер я пропущу слева рон я решил слева пропущу мне нужно расхватить разницу с тойманом отлично это самый редкий тайл смотри якухай чан за Саншку вместо якухай номер теперь можно брать рон из любого единца со, которая зашла в пон дала мне и Чанту и Саншку это нереальный редкий тайл который сильно увеличил стоимость моей руки просто 2900 я включил а, да 2900 одним тайлом да что не так, я учетверил стоимость руки одним тайлом так правильно говорить и почти догнал тоймана но хотя я мог пропустить рон слева даже в этой ситуации но показалось, что это необязательное условие то есть если бы было бы чуть более полной стадии раздачи где я видел бы, что мои противники защищаются я мог бы принять решение пропустить Слушай, нормальная стоимость банка на столе есть ну вот здесь вопрос не в стоимости, а в том, что я играю на позицию ну это почти догнал ну да, почти не считается какой юг? второй юг не, ну все может измениться сумма игрока слева и Томан уже отстает да, да, сейчас либо чужую сумму либо сгонять его ну я тоже буду на диверстве в Орослу но у него сейчас более ох, какие тайлы кидают но у него сейчас более такая ситуация неприятая блин, как заходит хоть это всего лишь две тысячи, но заходит прекрасно всем, что ты говоришь мои письма в контакт потому что я не хочу отвлекаться во время стрима который смотрит много уважаемых людей на твои письма, которые треш контент Егор, напиши сюда просто, что ты хотел сказать да, напиши сюда и мы все прочитаем нет два стопа кида проходит по октаве два стопа кида проходит по октаве а вокруг пятерки пида можно перестроиться как а мой телефон, ты знаешь пароль да а так вот ему перестроиться на много стороне ожидания на 4 7 пида два слова кажется это финальное ожидание все, я не могу изменить 4 пида недавно проходила, но я кинул тайл из руки может партинги будут бояться, сейчас кинул меня этот тайл игнорируют, чтобы ты начал ревновать почему кому я тоже не знаю непонятно а там он взял чьи, у него низко похоже на этот самый, на Атодзуки Вейт да, выбрал все Атодзуки что, Атодзуки Восток что там лежит, вот это Атодзуки очевидно может быть я даже не знаю паралки от Ричи сейчас у меня было 0 гембутсу а он взял чьи и щас будки от паралов взял чьи и будки от запада щас охуеть что он худший тайл который там уходит да ну я не знаю 6 пин очевидно проходит запоном восьмерок просто единственное что делать дальше все блин, он заходит извинится понт слева кан можно объявить, я скину просто восемь ну ждал тайл ну, с чем поделать Ричи и пинфу только без грязи, только не три все, устраивает я не мог кинуть другой тайл, все тайлы были опасные к сожалению так известно если ты читал опасный ну нет я уже не был там пай значит читал безопасный я кидал запомнить, нет, это не совсем правильное утверждение блин, ну я слился блин, мне просто нереально сильно нужно 2 200 да как нибудь мне руки должны быть особо для этого нужно вот что-то зашло мне надо взять Ричи Цума или Ричи Урадора нет, заход есть, я пущу хороший толк сейчас сейчас на 700 смеешь ммм Ричи Цума Ричи Урадора вопрос, когда 4 купилки дать да и не важно, я буду держать до конца я могу накинуть налево там в 3, там, в 7700 это не будет никого ущерба для меня потому что мы играем на места, мне нужно быть просто выше, чем тойман это единственное, что я хочу в этом ханчане быть выше, чем тойман я потом сказал еще в самом начале для меня обыграть тойман в этом ханчане, это как занять первое место здесь так, отлично, ну это и шантэн, надо паркнуть плохие формы, ну чё? четверку надо? нет, наоборот сброс четверки чаще даст темпай игроку справа мне не важно, накину ее или нет я просто хочу уменьшить вероятность того, что он получит а вообще этот сет это наоборот верное решение я кидаю четверку, он берет ее Чи получает темпай и побеждает может даже до следующего взятия а так я могу сохранить ее здесь а вот теперь бери Ричи если можешь не можешь Ричи Ричи и Патсу устраивают Ричи и Патсу устраивают на одну Радуру у меня два Радуру я не могу даже на Радуру рассчитывать здесь триллижи, да не надо мне этих историй я не верю сейчас еще кан очков не боюсь но себе на нем кан очков туда хочу возьму урон а ты уже будешь фритектом ну ничего поделать такая игра если я не буду фритектом значит возьму урон и не открою кан блин ну все стрёмно на самом деле я не могу быстро отменить урон или могу справа агрессивничает он что бессмертный или он хочет меня удушить хотя бы даже не агрессивный 5 пин это всего лишь может нет 5 пин это нормальный бросок вообще 2 пин 2 пин если то ему на 10 а если все на 10 блин если все на 10 то я выйду на место повыше опять ссу охренеть это может быть рон прошло а сейчас право защищается что сумма взял вверх слева ну ты охренел взял сумму маймаутом ну я был такой же, да? да сейчас он был на 7 и все мммм ну че им поделать я очень потерял так как старый титина тоймана да я вообще могу прыгать к ханчану иногда теперь в этой же ситуации если будет такая ситуация как в тот раз я не пропустил бы он не пошел бы на это а точнее ничего не поделать главное что я показал хорошую игру блин, как я знаю кто ему на надо собрать саншику и две доры, да? ицу ицу вот у меня золотой реншантен ицу дабунан дабунан саншику ицу все здесь есть золотой реншантен и ци дора дора 3900 я бы об этом что естественно открывать буду ли я буду открывать его и в отодске и так естественно так и честь варианта дора есть вариант получить отчина дори скинуть пару троек пин и получить 8 ман 6 ман скинуть все таки это отодске пин по чуть чаще собирается либо иногда даже взять по на троек пин я обязан ключевать ищи дора дора право кинул шесть словно я должен выбирать так так зашло ночью поделать я получил бы яйцо я бы домотанил яйцо две дора чтобы 7 слов и пинфу две дора либо пинфу яйцо две дора 3-3 дора но теперь есть водные камни я могу очень много прыгать очков да я думаю слева да я думаю слева тут блин я могу прыгать окончан сейчас поэтому нужно быть готовым возможно третье место это не самое худшее в этом окончании но я паричи треурадоры да да покушаю вдачу полный единицы 8 ман вот там у нас кидает безопасный китаял хотя 8 ман уже не особо безопасно тричь слева и теперь исполна было может быть в море он оттенцем это могла же как быть блин этого калаке на первом месте 14 900 до 3 6 да уж во втором это было удачно удачу с чемпионат пин пин а не 9 то есть нет 9 пин а вокруг нее 7 8 9 ну 1 3 4 это тоже форма я помню что 1 3 4 тоже форма а девятка то от гола тайл нагаши собирать ты что сейчас шутишь что ли ты хотел спать и ты сейчас говоришь что типа надо нагаши собирать не собирается нагаши не собирается в него нельзя верить ты скажешь сто раз нагаши соберешь один раз петька бей лишь петька бенчик так она скинда зеленый здесь так это оросу мне нужно играть здесь аккуратно и не потерять мое место конечно если я обгоню игрока справа я буду в огромном отрыве от тоймана для 4 хачана то есть я буду должен играть здесь на место выше попробую по крайней мере но вообще ключа я ключевой момент то что я должен быть выше тоймана хотя бы на одно место это уже отличный результат учитывая как я к этому шел долго здесь кину 2 ман якухай металлы все еще имеют для меня некоторый вес я может быть тампин саншеку иногда а юки любила я кину юг 8 слой это дырка на 7 слой она может прийти семерка слой я не хочу терять ожидания просто так еще в турке может быть тампин на дура даже на то 3 4 не даже саншеку можно 3 4 5 тоже до всойного рассмотрения шанты тонио номи тонио дура много что может быть еще да шестом прекрасное взятие но есть еще другие варианты тонио тонио походу поход в минхон что ли я не понимаю тонио я обязан брать я ведь обязан да я возьму не обязан но чувствую что могу точнее что это может мне помочь в итоге тонио трещит дядька пин из руки я не понимаю что там делать дядька пин нет ну у него несколько летал есть 7 пин которая не оплатила ему в паццу к сожалению я ничего не понимаю 7 пин 6 6 6 3 шестерки видно а а черт блин я нажал 7 а выключил 7 пин на самом деле это для меня такое решение где я могу кинуть в другой тайл то есть для меня это почти равнозначное решение но я не хочу попасть в урон той мону блин я не знаю что там за рука на самом деле я не знаю что я вижу здесь и что теперь он числе еще он драконом проходит я проверил 4 со я кидать уже не могу 2 ман вообще мне лучше накинуть и как он слева чем в той мону я не знаю как там стоимость слева я не знаю как там стоимость слева если я кинул в ханиман то я еще даже не проиграю он взял сумо что это суванка наличие сумо и пейка дора это не суванка манган хм окей меня устраивает я не знаю что ждал Тойму и мне стало интересно а то он ждал на 8 ман и юг сам пон ну юг бы я наверно точно бы ему не кинул хотя бы а ричи и дора, ричи и кухай дора а юг один вышел да то есть он отказался он отказался пон и кухай дора 8 ман лежит на столе 2 восьмерка ман лежит на столе он кинул ричи и один юг на ричи и кухай дора на адский что ли да на 1 талкинул ричи ну 400 и смело кинуть уже не в одну из двух ричи так третья начата закончили я стал выше Тойма нададу строчку это хороший результат сейчас надо написать перерыв 3 минутки через 3 минутки мы начнем играть четвертый ханчан этого шоу дауна и я сейчас выхожу на как сказать на первое место по среднему месту потому что Владислав занял третье место к сожалению для него и сейчас я имею возможность претендовать на что-то интересное Антон Новиков занял первое место поздравляю а так сесил одиннадцать так надо написать очки еще так что по очкам у нас двадцать пять триста у меня помню в джиансе я видел две нагаши за ночь да еще чуть ли не каждую неделю собирают а у Шимир нагаши не собирается значит я собрал всю жизнь четыре нагаши и это в десять раз меньше чем количество векуманг которые я собрал нагаши чаще чем дайсуши чаще чем сёсуши чаще чем там рюйсо чаще чем суканцу но все еще очень редкая штука я бы не стал бы прям вот говорить что нагаши это что-то реальное такое прям что можно собрать двадцать пять триста двадцать сто то здесь двенадцать пятьсот да все сходится теперь важно уточнить результаты написать их поточнее так ну среднее место скажем шесть это два пять это место это пять делить на три это один счет шесть восемь делить на три это два и две третьих два счет шесть а один седелить на три это три это это один седелить на три это три и две третих три семьдесят семь нет нет три счет шесть все хорошо так Последний ханчан у Влада, средняя 2.0, у меня 1.66, у Антона 2.66, у Андрея 3.66. А, очки вряд ли решат, да, если сейчас Влад обоит меня на одну срочку хотя бы, то всё, если Влад будет выше у меня в окончании, то я проиграю ему, по очкам я сильно ему проиграю, потому что я не брал с ума Ханиман, Дайман, дилерский. Смотри, 3 ханчана, мне давали по 25 тысяч очков, но я заработал за 3 ханчана всего лишь 2 тысячи очков. Ух, я пою место. Я заработал за 2 тысячи очков за 3 ханчана. Получается одна строчка. Да, одна строчка. Итак, что у нас там в чате? 33 зрителя, а сейчас будет финальная ханчан, где будут сражаться 3 как раз Питера против меня. Я, вот, я сейчас скину ссылочку на Google Док. Ну, я спрашиваю, готовы? Готовы? Готовность? Готовы? Ну, странно. Недавно его искали. Да, готов. Я всегда готов. Хехэ. Плюс. Джем Андрея. Все. Ребята готовы. Сейчас будет играться 4 ханчан. Последний, заключительный. Я хочу записать, рассадку взять, да вот рассадка, Влад будет востоком, я буду югом, я буду сидеть справа от Влада, он будет контролировать мои открытия, я буду играть в солидный маджонг, аккуратный скорее всего, как обычно, чтобы не, моя цель просто чтобы Влад не был выше меня, все, по-моему остальные условия меня не волнуют. Хотя ладно, на самом деле я буду третьим, а, а нет, не важно, даже если я буду третьим, а Антон Новиком будет первым, он меня все равно не обгонит по очкам, все, а или обгонит, погоди, это важно, нет, не обгонит, кажется, главное не занять четвертое место и, точнее, главное быть выше Влада на одну строчку, тогда все будет возможно, итак, все игроки готовы, я вбил никнеймы и нажимаю старт. Четвертый хатчан шоу дауна, где я выбираюсь с пятерскими игроками, начался. Так. Так, он слева сидит, окей. Самое любопытное, я заработал всего 2000 очков, но при этом занял первое, второе и первое. Не брал дилерских байманов, дилерских манганов, хайманов под сумма. То есть, нет, просто, почему я про это говорю, это означает то, что удача одного из игроков, сами знаете кого, просто зашкаливает, что он берет такие дорогие сумма, но при этом все равно не может обогнать. Ну, это не насмешка, просто как факт. Так, хорошо заходит здесь, будем собирать. А может, рука будет Саншику две доры, может быть, Таньяо Саншику две доры. Посмотрим. Здесь много вариаций. Пока. Так, ну, пять пин десятил пригодится мне. Хочу сделать некую скорость. Хотя потерял сейчас и 5 пин, и 2 пин. Кто-то приобрел один слой и 2 сла, который мог бы скинуть. 7 ман, это дора. Короче, попробуй сыграть креативно. Эта рука может стать Саншику с кучей дор. Справа кинули Ричи. Блин, а у меня вообще гембутсы в ней капельки, да? Единица пин. Я кину 9 ман, потому что назад 3,8 ман. Но я уже не сильно беру свою руку. Справа кинули Ричи. У меня в руке есть доры. Ничего не понятно, на самом деле. Рурка хоть и выглядит сильно, но отчасти она слаба. Потому что она еще не так быстро собрана, как игрока справа от меня. И я легко могу накинуть здесь восьмерка, могу накинуть дора. Я не буду брать ее в полу. Это слишком глупо. Однако на 6 маны я уже, наверное, должен брать Чи. Ага, дора проходит. Лол. Блин, а это может просто быть Саншику одна дора. Как бы это не звучало, я сделаю жертву, возможно, еще одной доры. Так, еще меня устраивает импайномия здесь, да? То есть на 4 маны я беру Чи. Скидываю еще одну семерку ман. А, единица проходит. Черт. 6 ман. Надо брать Чи. Какая разница. Да никакой разницы нет почти. Единственное, что пятерка ман попав не будет, чем 8 ман. Скажем так, на очень много. Ммм, все плохо. Хотя, ладно, попробуем. 3 ман проходит, ведь. Я мог кинуть 5 со, а на единице не могу взять пон уже. Уже не могу взять пон. 4 ман. Давай, чего уж тут. 5 ман проходит. Мне надо получить 6-9 пин. Сука. Где мой темпай? 6-9 пин нужно получить. Ну, малые шансы. Темпая нет. Я так пытался собрать. Так старался. 3-600 темпай, ричи там, пиндора. Хороший рич, хорошая рука. С некоторой точки зрения, мне даже жаль, что игрок справа не взял с ума. Потому что его цену ударил бы по игроку слева. Хотя, чуть больше, мне жаль, что я не получил свой темпай, потому что я к нему стремился, играл, пытался аккуратно. То есть, я не просто защищался, я пытался идти путь, как обойти его ричи. Потому что его ричи представляла себе угрозу. Один неверный бросок, и я потерял бы в манган. Точнее, я потерял 8 тысяч. Рукан начинает заходить довольно-таки хорошо. Я вижу здесь потенциал на модельский манган. Но я не буду здесь агрессивным. А, блин, этот тал хороший, кстати. Блин, это еще тал, который уже вышел однажды. Блин, ну тупо, но я должен это брать. Это очень хороший тал для открытия. Их всего два, еще два останется. Если я не возьму. Плюс ко всему, здесь является нормальным решением взять пон на 7-сло или 8-сло. Абсолютно нормальное решение взять пон на 7-сло или 8-сло. Абсолютно хорошее. Тогда я смогу перестроить свои ожидания на более хорошее впоследствии. Да, это пон. Я все еще в Шантене, но у меня хорошую кири. Я получаю темпай, но, как вы понимаете, темпай не тот, который мне нужен. 500 из руки. Вообще 4-7-сло довольно-таки опасный тал, по-моему, справа сейчас, по крайней мере. До этого были опасные, сейчас еще более опасные. А 5-пин, ну, даже надо, наверное, проходить здесь. Игрок справа использовал только пин в своей руке. У него, может быть, и не будет еще одной. Да, справа, думаю, уже ждет на 4-7-сло. Ну, по крайней мере, может уже ждать. Такова игра. Старта очевидна. Курки тоже очевидны. А, нет, не ждет. Ну, теперь на 5-2 ман. И нет особо холопции, да? Скидаю. Она прошла. Таняла 1 доллара. Я мог прокинуть пару 7-сло, кстати. Но, блин, я не знаю. В Фениксе я подумал бы еще немножко, прежде чем, когда, 2 ман. Все-таки, рейтал, можно пройти. 3 ман. Это наброс на право. Я не хочу выбирать, но приходится. Я 1 октаву проверил в банах. Очевидно, что... Да, он прокидывает сет. Бу. Блин, это немного жаль. Игрок справа прокидывает сет. И я думал, что он в темпай. А если в темпай, то остается всего несколько октав, которые можно ждать. 2 я проверил. Остается 3-6 и 4-7. Эти тайлы совершенно нельзя кидать, если игрок справа в темпай. Пятеркоманд Дора. Там может быть очень дорогая рука. То есть 7-700 легко можно набросить, кинув неаккуратно один из этих двух тайлов. Игрок справа имеет хорошую возможность иметь дорогую руку в темпай. Не хочу набрасывать. Сетеман проходит. Отлично. Хотя мог кинуть чуна. Но это не суть. Без разницы почти. Опа, темпай 3-6 ман. 6 ман есть? 6 ман есть? А у тебя? Чувак, есть 6 ман. Ну поищи. Ты же любишь защищаться беззапасными тайлами. Очко. 9 ман. 4 ман. Задачка. А че? Пучить бы себя буду. 5 ман Дора. Я кину 3 ман. Сука, он ждет 3 ман. Господи. Как я был переигран. У меня вариант был 4 ман кинуть, но единство ман не проходило. Так ведь? 4 ман, но, блин, 4 ман выглядел безопасно достаточно. И 3 ман. Нет, 3 ман еще более безопасно. Как так-то, а? Че я сделал не так. Это Дора. 3 Дора. Да, не знаю. Блин. Супрай ман, да. Дора опять ман. Фильмон писал. Фильмон писал. Что Фильмон написал? Чуть много написал. Да, он что написал. Блин. 3 ман был самым безопасным тайлом. Блин, почему я имя 4 ман зашла? Просто 4 ман можно было ждать в... Что ман было 4 ман? В Рямо на... Ну, в Рямо можно было ждать 4 ман. 5 ман Дора можно было ждать в Рямо на... Смотри, у тебя Саншуку есть. Я вижу. Нет, это не суть уже важно. Предыдущая раздача осталась в памяти. Блядь. Ну, давай. Все равно не придется ждать в Санпон на... Либо Ветер и Единицу Пин. Ну, то есть Саншуку есть еще. Мне два пути. Три Дора, либо Саншуку. Надо пытаться. Нет, мне не было у вас бросок, кроме 3 ман. Я не хотел ломать свой Тимпай. Хотя у меня вроде бы даже и без этого не особо все хорошо было. Все противники будут бояться кидать мне тайлы Ветров Драконов. Потому что он не видит у меня Три Дора. Но если они подумают головой. И увидят то, что я не открыл Типпон на первый Единицы Пин. То они могут понять то, что на самом деле я сомневаюсь в своей руке. И она не так прозрачна. То, что здесь может и не быть Викухаев вовсе. Если я позволил себе о пропустить первый Единицы Пин. Ну блин, накинул Тойману. Жаль. Ну Юг мне не пригодится, очевидно. Это же не мой ветер. Если я получу какой-то и какой-то Дракон в пару. Ебать. Саншку 5. Иду. Ну, ожидание у меня, конечно же, косое будет на Дракона, который я не могу никогда не получить. Ожидание на Дракона, который я не могу никогда не получить. То есть, когда я скинул одного из Драконов, они получат сразу же все вместе, эти Драконы от противников. Когда я скинул Дракона, конечно, вот сейчас играю справа, и там против, и слева даже, сидят с одним Драконом примерно где-то, в такских ситуациях сидят. И боятся его кинуть. Когда я кинул Дракона, кто-то из них может зайти либо Плон, либо после этого в мои партнеры скинут такой же Таун, который у меня есть здесь. А здесь 4 Суни. Да, у меня уже 4 Суни. Что-то, кстати, не особо очевидно-то. 8 ман. Блин, ну он так считал. Ну, блин, я заставил себя ждать на такое ожидание. Заставил ждать себя плохо. 4 ман. Я должен стремиться к темпайу. Ну, давай кинем зеленого. Не будем мучить игроков. 4 Суни проходит. Слева может кинуть. А, взял Цимо. Блин, взял Цимо. Что я могу поделать? Он будет хороший. А еще, что я могу поделать здесь? Ничего же. Я не удалил никакого дракона в пару. Не, они кинули нужный метайл. Это все потому, что попал в рон-тайму на 6-4. Но это было непредсказуемо совершенно. То есть, я не успел разоглить там читой. Ну, по Октаве. Ну, по Октаве попал в ловушку. Ну, эх. Может пора и мне теперь собрать дерзких анима под сумму. Разочек, чтобы выиграть. Или я должен страдать и играть на скерре. Все кончаны. Октываясь пара западов. Слишком большая задержка. Это очевидно. Ну, речь, ну, блин, ну, короче, тяжело. Я должен быть выше, чем фестиваль на одну строчку. Фестивал. В руке может быть Саншику. Нужно 8 ман или 9 ман. Что-нибудь такое получить. 3 ман в сумагире. 3 ман опасный, тогда он будет потом. Надо его сейчас лишиться. Ну, это и Шантейн, очевидно. А, Ричи, пинфу. Ричи, пинфу. Октаву выучил. Да, давно выучил. Молодца. Спасибо. Пеппин. Хороший тайм. 6400 за урок. Шутка. Блин, ну, реально, что-то делать. Выучил. Ну, че, ладно, пойдемте по дорогой дорожкой. Пинфу номин, наверное, здесь не устроят. Кидать Дору тоже не особо кайф. Пинфу Саншику Дору звучит хорошо. Вот только ронится. Можно ли мы слева или справа. Четыре пин, так, четыре пин. Семь пин, возможно, нам пригодится еще. Или, может быть, семь пин, поперей сверху справа, он ловит Чи в форму 6-8. Все, может быть. Нет. Открытая Саншику Дора меня не устраивает. Точнее, устраивает, но не сейчас. Сейчас еще можно потянуть таллики с этими. Так, я получил Дору. Здесь интересная рука, да? На пять ман Ричи Пинфу две Доры. На восемь ман Домотен Пинфу Саншику Дора. Опять, все красное, не пригодится. Хотя, пока, где-то было другое Саншику, три Доры, можно было собрать. Конечно, надо было 6 ман кидать. Ну, не факт. Но здесь еще может третий Дор зайти. Конечно. Ну, да. Общие решили с красным Дором играть. Потому что в них требуется еще больше скилла, в среднем. Темпай. Но это будет темпай на Пинфу Саншику Дора на 9-со, которая только что вышла. Кидаю Дору, жду на 9-со. На 6-со я даже сумму не беру. Тайнар беру. 9-со проходило дважды только что. Алло. Только что проходило дважды. Ребята, у кого есть, все обязаны кидать. Ну. Ёпты. Два тайла в конце осталось всего лишь. 6 ман. Ну, кинь, 9-со. 6 пин. 9 пин, очевидно. Ильтэм ждет, прикинь. Лол. Блядь, и у него тоже Саншику. Блядь. Проорал, блядь. Че-то я ору, блядь. Блядь, я сам ждал надеяться Саншику, а он ждал надеяться Пинфу Саншику. А чем я еще кидаю здесь? Блядь. Прощайте, ребят, я в космос, блядь. Сука. Ну че за хуйня? Блин. Найс покрутил. Найс покрутил. Ну а че я могу сделать? Кидаешь 9, типа, там дешевле. Ой, да? Да, да. Ну 6 проходило недавно, блядь. Ладаешь, либо Джун Чан, либо Саншику, блядь. Блин. Найс история. А я не могу, я... Блядь, я прыгал, я даже не мог по-другому сыграть. Блядь, я ждал 9 со. И не получил. Получил пиздюлей. Блядь, че за бред? Я одноматынил 7700, почему я попал в 12? Хайте и Саншику Тора. Блядь, почему он берет урон с меня? Ему это ничё не дает. Это подстава, это питерская подстава. Это обмаз, чтобы набрать лайки. Да, это... Они играют на руку друг другу. Это питерцы, я всё знал про них. Чёрт. Играют на руку друг другу, а берут урон с тебя. А берут урон с меня, да. Так и есть. Блин, у них хорошая рука, кстати, у меня сейчас. Можно с умол... Ханиманса брать даже, бог не парись. Даже можно байман нарисовать. Отлично. За такие взятия вообще можно убивать. Но я не теряю тройку со, потому что мы лучше 4 со и собрать Саншику 4, 5, 6. Ты знаешь, что будет кайф лучше 9 ман? Неужели? Ну что? Угу. Ну что? Угу. Угу. Ну что? Угу. 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 Понятно. Что ты кинешь сейчас в 2009 ман? Угу. Я скинул в 2009 ман? Ну вообще угадала. Молодец. Потому что он просто предполагал такой ответ. Угу. Угу. Опа. Как я и говорил, это рисло. Игрок справа ричует. Я должен многострелять. Я ведь могу многострелять? Блин. Ну зайди. Зайди разок. Ну не берите сумму, рано еще. Разок. Зайди чемпи-крафтай, чтобы я кинул ричи и убил его нахер. Один тайл. Всего один тайл. Чувак, дай мне его. Я его разибу. Таня Асанушку Дора. Нет, дешево. Я тебе действую. Ааа. Нужен скилл. Скилл. Сука. Давай. Убью нахуй. Убью нахуй. Просто изничтожить у тебя в край, сука. Давай. Трипин. Опасно. Я же могу уничтожать с этой рукой. Я могу убивать. Опасно. А, нет. Не опасно. Нормально. В ключах справа ждет 6-9 ман, вероятно. 6-9. 9-9. Это опасно направо, кстати. Не знаю, думает ли об этом Тойман. Чи Симпин. Заслышу. Все, пора уничтожать. Рука топ. Убер топ. Я специально ставил 300, чтобы иметь Санжу когда-нибудь. Всего лишь Цумо. Значит, Цумо там, Пиндора. Ну, а я обязан перевернуть, иначе ничего не будет. Конечно. Конечно, я переверну. Теперь иди сюда, щенок. Щас тебя батя будет учить играть. Дабунан Дора Дора. Найс. А Тонзик играешь? Я играю весь Маджонг. Маджонг играет со мной. Я играю с ним. Кто? Влад на втором. Влад на втором. Но если он будет выше, у меня хотя бы за одну строчку. Я уже проиграл. Он собрал слишком много дорогих Цумо. Да, мы это уже слышали неоднократно. А чем упадет? Так и есть. Может, он даст мне юг, интересно? Даст ли он мне собрать юг? Хм. 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 Блин, мне нужен юг, мне нужно открываться на этих тайлах. Все равно ничего не заходит. Давай. Времени мало. Зеленый. Зеленый имеет ценность. Короче, скину так. Игру проебал. Санушку прокинул и игру проебал. Пишет мне. Блин, укает Ричи. Ну что-то грязь опять. Укает Ричи. Любое решение проблем это бросок Ричи и сбор руки. Ну что, и Шантен, и Буна, и Видоры. И бать-то генерат Шимон. Блин, меня тралят. Цени Саншику, мразь. Я собирал Саншику и домотенил на Саншику, и мне говорят, что я его не верю самое. Реплики Егора можно просто заигрывать. Я читаю игру Голосом Рицара. Я читаю следы. Потом кинул Ричи. У меня есть какая-то безопасная дорожка через пару восьмерок в СО и девятку в СО. Тут два Ричи. Если сейчас победит... Не победит. Ричи и пейка. Что ты кидаешь, чувак? Ну блин. Жаль. Я встал дальше. Блин, рука была хорошая. Я встал дальше. Да, вместо. Короче, нет, я вышел на строчку выше, как бы. Что такое? Я вместо черта третий. В Фениксе я бы сейчас просто бы наслаждался бы моментом. Но сейчас я хочу быть выше, чем игрок слева. Иначе я не смогу его обогнать. А он все еще на стороне? Ну он сейчас набрал руку и ему набросили. Он на первом стоил или на стороне? Нет, он сейчас на... Как класс, это просто Саншику Дора, и вот результат. Зачем ты восемь вместо пять пинок выкинул? То есть переходите девять и пейка еще получалась бы. Я знаю, что получал бы еще и пейка. Я прекрасно знаю комбинацию и пейка. Это три схожих. Да, в закрытую. Дело в том, что восьмерка была очень более безопасна. Я бы так посчитал. И пейка мне не особо сильно нужно было. Сука, у меня кидает Акадору за Акадора, а я взять не могу. Так, надо что-то прокинуть. Здесь надо что-то прокинуть. И это будет, наверное, один-два ман. Потому что у меня пара шестерок ман, они чуть более востребованы моими противниками. Октава три шесть ман, поэтому я скину один-два. А еще потому что у меня есть на тройку соп блокеры по один-два соул. У меня есть блокеры. Поэтому ожидание на три соп будет чуть более плюсовое, чем ожидание на три ман. Здесь, ну, есть, короче, много причин, почему Тресо дырка более ценна, чем дырка на три ман в этой ситуации. И, хотя из этого, решение должно быть прозрачным. Вообще, было четыре пары, но четыре я бы не собрал, мне кажется, почти никогда. А три пим будет опасно. Кину белого. Шун, конечно же, не особо опасно сейчас. Но что мне делать с ним потом? Тоже придется его кидать. А вот сейчас придется кидать. У меня появился возможный рямбан на четыре семь соул, при котором я снесу один-два соул. Это может быть анпин. А может быть так, что это будет тупой залом у меня. То есть тупой залом я называю Ричи штеркой на тройку, но от этого не уйти. И я могу выиграть просто со стены, а не спортивников. Так что мне будет неважен этот залом. Просто факт того, что я имею темпай, уже достаточно хорошая возможность победить. Ричи Цума и Пейка Дора. Ричи Цума Дора и Ура Дора. Но такие мне исходы нужны. Я накинул в 12 хай-тей, в 6400 Ричи Цума Дора. Который меня нормально добирает. Нормально заходит. Справа киа от Ричи. Ничего мог не поделать. 600 тетрадин того октавы. Но игрок справа не знает, что звучит, кстати. Совершенно. 600 не особо сейф. 4 пин, кстати. Бля, 4 пин. Вообще, я вижу КБ. Трэк пин, да ведь? На Экино-4. Ждет так ждет. Я не хочу уходить отсюда. Я рискую. Я не хочу уходить. Я хочу победить. Попробую победить. Хотя, вообще-то, ну, 1-2 со проходит. Если я вот еще 8 со, то я скину 1-2 со. Откажу от этой кнопочки и будут кидать другие тайлы. Ну, по обезьянку меня не сильно интересуют здесь. 6 пин. Давай. Уже не будет какая-то ричи на 6 пин только, потому что тройки вышли. Поднять 4 из-за фестиваля. Да и так чертову. Это опасный тайл. Ну, да и прокинем 1-2 со. 8 ман проходит. Может урок слева кинет мне сейчас 8 ман и я выйду в темпай. Точнее, я вышел темпай другой. Потом он открывает Чи на тайл, который уже сбросил. Окей. 3 ман. Рон. Таняо. Окай. Это для меня не сильно многое изменило, конечно. Так, я дилер и я должен собирать очень быстро и красиво. здесь. Кидаю у них свои и кухаи в первую очередь. Север. Кухаи одна дора и кухаи две доры можно собрать. Только эта рука даже часто будет открытая. Можем встать Хуницу. Подводный камень в ситуации, когда мне кидает зеленого, я иногда могу объявить на нем Кан. Северка получит еще два хороших улучшения. Сейчас. А, нет, вы видите. Нет, ситуация другая. Ситуация немного другая. Я объявлю зеленого, наверное, если игрок справа кинет. Если игрок справа кидает зеленого, я объявляю Кан. Хорошо. Это меня устраивает. Потому что объявление Кана справа не меняет... А, даже так. Ну, я обязан это делать. Обязан так объявлять. Два СО. Восемь СО. Не знаю, что из них лучше. В примере из них лучше сброс два СО. Потому что игрок слева показал, что он не собирает верхнюю Самшику. Поэтому тайлов верхних СО у него в среднем будет меньше. И поэтому восьмерка СО более ценная, чем двойка СО. Просто чтение информации по крупицам дискарда. Ну, партюм кидает девятки СО. Теперь уже, может быть, все иначе. Восемь ман, где даже более ценная, чем восемь СО. В данной ситуации, потому что у меня есть пятерка. Так. Ну, здесь я должен открываться почти на всем, чтобы выйти в темпай. Ну, это хороший тайл, чтобы взять его в пон. Мы входим в Ряншантен, пускай, но... Ворка будет собираться. Три пин. Здесь кинем девять пин. Ухая одна Дора с Каном закрытым. Два семьдесят дилерский сок стоит. А, или это не семьдесят? Да, это шестьдесят, наверно, все-таки. Ричи слева. Шесть мановый пацан. Да, кину. Игра на Шотель, на поджигание попочек. На поджигание попочек. Игра... Блин, он... Ричи... Он сильно кидает Ричи. В любом понятии ситуации кидает Ричи и ему заебись. Надо не отдумать. Тебе нравится ситуация, когда не надо отдумать, а? Игрок слева. Когда ты просто убиваешь Ричи и слакуешь, да? Тебе нравится. Тебе непременно нравится. Ну, я не мог кинуть другую тайл. Пять пин. Не проходит вообще никак. И не прошел. Ищет Таньява. Он дохуй Адор. Все. Я не выиграю у него уже. Я не мог кинуть другую тайл здесь. 5400 это путь отступления. Но я проиграл. Здесь ничего нельзя сделать. У меня нашел темпай именно в эту форму. Игрок, где... Если это был бы Феникс, я бы ушел в защиту. Но здесь мне нужно перейти как раз слева. Я пошел темпай, у меня был Кан и я мог его перейти. Ну все, я не выиграю здесь. Я второе место займу. Удача была не на моей стороне. В этих ханчанах я выиграл за счет скилла. Свои места. Здесь я найму четвертое место по ходу дела. Просто условия игры таковы, что я здесь должен быть выше, чем игрок слева. Я должен рисковать. Если я не рискую, значит я потом и не выиграю вовсе, скорее всего. Оставалось мало времени. Сейчас моя цель просто, ну не знаю, показать солидную игру и обойти как раз право. Все. Все. То есть очевидно, что он победит сейчас. Ну это... Тяжело против этого сейчас что-то сказать. Тяжелеские манганы, ханиманы, байманы под сумму надо уметь собирать. И там, допустим, у него и у анти это прекрасно получается. Хотя, ладно, что я тоже могу так собирать. Да, есть место на небольшом пожару. Все-таки я рассчитывал, что смогу наказать за его плохую игру на втором ханчане, где он дал мне второе место. Подарил мне второе место, хотя я был его противником. Но мне не удается его наказать, потому что он получил необходимый запас удачи. Тяжело было не кидать 5 пим, потому что я получал темпай на необходимую стоимость, которую я собрал под сумму либо оборон с него. Я бы его либо обогнал бы, либо все было бы неплохо, в общем. Чумп адский, ну ничего не дает. Ничего не поделать, ребят, ничего не поделать. Темпай, но он голимый, но в нем и сицу, и эти ауты не выходили. И на речь, а дальше ничего можно не париться. Жаль, жаль, что все вышло. Я не знаю, если я кину 500, это не факт, что 400 он пройдет. Я не знаю, насколько бахнула 400 в той ситуации. Но я был обязан рисковать этой рукой. Ну блин, это риск. Ну не знаю, процентов в 30-40 в случаях этот тайл пройдет. Я же понимаю, что там 6% слишком много для тайла, чтобы он не прошел. Но ситуация в нашей битве такова, что я должен быть на строчку выше, чем он. Что ж, этого не произошло. Но я, по крайней мере, не проиграл в итоге. Но второе место тоже немного, точнее, тоже, по идее, солидно. Да у меня, тем более, среднее место 1.66 сейчас. Че я еще парюсь? У меня прекрасное среднее место будет. Если бы мы играли в формате Феникса, где четвертое место теряет очки, то я бы кинул 500 почти не думая. Потому что мне важнее было бы не занять четвертое место, а не играть в игру, где я должен попытаться обыграть одного из игроков, чтобы подняться выше. Здесь все это очень важно. По ходу дела, все эти тайлы задействованы, двойки-четверки пин. Ну, это частый вариант. Какая рука раздала, такую раздало. Такое решение я принял. Такое принял, то есть здесь. Трещи яйцу. Звучит лучше, чем яйцо Номи Домотен. Либо... Что я могу получить? 3 пин или 5 пин могу вытащить, чтобы иметь получше ожидания. Получаю 5 пин, хорошо, пин функции. Получаю 3 пин. Ну, будь по херовью Рянман. Ничего не поделать. Все решения осознанные. Принимал их я. Жаль, что накинул в читойцу Тоймана. В 64 накинул. Справа, кстати, темпай. Очень любопытно, кстати. Я не мог кидать другие тайлы. Там кинул 9 пин. У меня там... Двое карпо скинуло 9 пин, и я скинул 9 пин в хайте. Имея темпай при этом. До этого скинул Треман, который проходил по Октаве. Но... Рано сброшенному тайлу. И при этом менял темпай. Тоже, вроде, неплохо. Но... Сечение обстоятельств привело меня к тому, что я имею. Ничего ему хоть не поделать. Черт побери. Это так обидно. Я так хотел эту игрока обыграть, но... Это, ну... Это не всегда решается четырьмя кончанами. Значит, игра достигла цели. Люб, я хочу сказать, что у... Этого стрима задержка 5 минут. И то, что ты сказал сейчас, я смогу откомментировать только через 5 минут ровно. Либо, там, задержка на мою реакцию. Ну... Ладно, чё. Второе место тоже будет очень хороший результат. У меня будет третье место, если Air Imp выйдет на первое место, а я стану четвертым. Когда уважаемый Дон справа обгонит меня, я стану третьим в этом шоудауне. Потом Николай Тричи. У меня есть и кухая на Дора. И я в хорошем... В хорошем состоянии. Я могу прокинуть 7-8, но это бездарно. Я могу прокинуть 2 мант. 4 мант, 6 мант. Ботан старался, стена подвела. Все время ржешь надо мной. Темпай. 4 мант. Жду на 6 мант танки и кухая Дора. Довольно бездарно. И я могу легко попасть в 4 мант Тоймана в рон. 5 мант. Сука, ну как так происходит все время? Ну и 2 мант, 5 мант точнее. 6 мант, легко может даже за ним Тоймана быть. Даже не нужно думать. Хотя 3 пятерки мант прошло. Может Тоймана нету адской пятерки мант. 3 стороны, 1-4-7 слона. Давай речнем. А нет, погодите. Кажется есть. Ах, блять. Кажется у нее нет пятерки мант. А нет, подождите. А вот же она. Кажется есть. Но я не знаю что сделать. Блин, ну. Ситуация вокруг меня приводит меня к таким решениям. Я мог взять сейчас дорогой Цумо и обогнать игрока справа. Ну и может когда-нибудь, если бы Цумо Байман сейчас в этой раздаче. Вышел бы на, может даже первое место. И ничем мы будем поделать. Кто-нибудь решил победить. Но урон с Фладой не так просто получить. А зачем собрать с него урон? Он побеждает только потому, что берет дорогие Цумо. Ну и очевидно. Как и многие из нас. То просто в этот раз он получил побольше дорогих Цумо. Это не говорит о нем хорошо как об игроке. Просто так сложились обстоятельства. Это нужно просто принять как есть. Героя, которая собирает много дорогих Цумо. В среднем чаще выигрывает. Правда? Правда. Героя, которая собирает Цумо и при этом еще защищается. Становится там слабо достигаемым. Правда? Правда. Не нужно иметь там семь пядей во лбу, чтобы понять эту простую истину. И если так и есть, то пускай так и останется. Что игрок так играет. То есть нет. Тут нечего осуждать. Это нормальное явление игровое. Просто как он их собирает. То, как его решения будут отражать его результат. Все это довольно таки важно. Мы это, конечно же, не узнаем за четыре кончана. Ну что мы узнали за четыре кончана? Что ему неплохо заходило. Я считаю, что это достойный вывод из того, что мы видели. Конечно, я буду болеть за фестивали. Ну конечно. 5-6-7 саншку, вероятно, кстати, зашло. Надо получить адскую семь пин и взять саму пинфу саншку пятеркой ман. И тогда... Блин, пинфу номи. Блин, и тогда пинфу номи. И тогда пинфу номи. И тогда пинфу номи. Четыре ман. Бездар, но... Без... ...дар... ...но... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ровно раз, два, три. А, их ноль осталось. Окей. Значит, я не мог проиграть. Ладно, все-таки вобьем результат сейчас. Посмотрим, что у нас там было. А, я очки не записал точно. Надо сказать спасибо за игру, ребятам. Спасибо за игру. Было немного даже плотно. Надеюсь, вам понравилось. Так. Пятый дан с рейтом 1760 обыграл меня в очередной раз. Он показал вершину скилла. Ладно. Не смеяться над этим. Просто не пошло немножко у меня. У кого еще четыре? Не хочу играть четыре кончана. Хочу видеть результат и поздравить Влада, который победил в нашем шелдауне. Это было хорошее. Ну, была хорошая игра, конечно, от него, может быть, мало накидывал. По сожалению, я чуть больше решил удачи, чем, наверное, скилл. У меня неприятно проигрывать, потому что, казалось бы, у меня всегда это уже было хорошо. Ну, ладно. Так, давайте еще раз пересчитаем. 40 тысяч очков. У Влада сейчас было второе место, то есть у него среднее два. У меня 5 плюс 4, это 9. 9 делить на 4, это 2.25. у товарища Антона. Опять третье место. Это получается, что 11 делить на 4, это 2.25 получается. Какое место у Антона? Третье. У меня четвертое. У меня было... А, у него 11. Погодите, у него 11. 11 делить на 4, это... А, 2.25. Погоди, а... У меня что получилось? А у меня 9 делить на 25. Верем, у меня 9 делить на 4. А, нет, 11 делить на 4, это 2.75. Я спутал. И у... Андрея, получается... Джо Антона 2.75, у Андрея было 11, и стал еще один. То есть у него среднее 3. Ну, опять же, такой результат. Все. Записал. Норма была, тебе спрашивают спасибо. Да. Это было в тот момент, когда ты планировал снять с него урон. Ну, да, планировал. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. 27 зрителей. Я рад, что вы присоединились к просмотру такого интересного события. Я повторялся... Ладно, я, конечно же, немножко употреблял матные слова. Вот 4 ханчана. Я записал их в... Ссылочку сюда, в шоу-даун. Вот ссылка на шоу-даун в плане гуллдока. 4 ханчана отыграны. Было интересное действие. Ссылка на шоу-даун и все. Да нет. Была хорошая игра. Мне было приятно играть с этими игроками. Ну... Пускай немножко решила удача, но от нее никогда не уйти. Все-таки я тоже в один момент взял урон на 7-ке со, хотя у меня было плохое ожидание. В целом, все прекрасно. Спасибо, что смотрели мой стрим. У меня сегодня было 30 зрителей. Это достаточно много для сообщества Ричи Моджонга. В целом, мне все... В общем, понравилось, что произошло. Подписывайтесь на мою группу. Заходите на мои стримы. Иногда я уже стал реже их делать, конечно. Вот я кидаю ссылочку на мою... на мою группу. Можете туда записаться. Так, ну все. На этом я стрим закончу. Спасибо, что смотрели мой стрим. Надеюсь, вам подписки понравилось. Все. А на этом я с вами прощаюсь. Любите Моджонг. Любите маму. И, конечно же, кидайте Ричи и не сомневайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok